Ребятки, всем привет! Меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Буквально пару дней назад на моём канале закончился очередной сериал. Он вам очень сильно понравился, и поэтому я предлагаю по старой доброй традиции прямо сейчас посмотреть абсолютно все серии этого сериала. Таким образом, вы вспомните, что было, возможно, вы какой-то эпизод пропустили. А что самое главное, на протяжении этого ролика я оставил небольшую подсказку. Это дата нового сериала, который совсем скоро выйдет на канале. Поэтому смотрите внимательно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ну а также берите чего-нибудь вкусненького. Всем приятного аппетита, ну и, конечно же, приятного просмотра. Ну ты посмотри на этот ужас, огромным напором воды уничтожило всю грядку. Жители, я всё прекрасно понимаю, вы самое главное не нервничайте, мы сейчас быстренько всё это отремонтируем. Но как вода из колодца вылилась, это на самом деле очень и очень интересный вопрос, но никогда же такого не было. Это 100% кто-то специально сделал. Наверняка кто-то из деревни просто решил так посмеяться. Ну, не знаю, жители, если честно, шутка какая-то не смешная, да и, блин, смысла это не имеет. У нас половина деревни на грядках работает, поэтому было бы странно своё рабочее место уничтожать. Поэтому мне кажется, что это просто глупое стечение обстоятельств, но я сейчас быстренько помогу вам всё это дело отремонтировать. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И утро началось на самом деле с не очень приятных новостей. Ко мне прибежали носатые, разбудили меня, как обычно, рано утром, и начали сразу во весь голос кричать, что у нас в деревне случилось какое-то ЧП, просто трагедия. Ужас самый настоящий происходит и отвели меня на грядку. Ну и как вы видите, ребята, тут действительно всё, ну, мягко говоря, не очень радужно. По какой-то непонятной причине вода вылилась из колодца и полностью уничтожила одну из грядок. Но это мы сейчас вместе с вами быстренько исправим. Для этого нам нужно всего лишь накопать несколько блоков, перекрыть источники воды, а потом поставить новый булыжник, ну и вот эту вот грядку тоже отремонтировать. Короче, жители деревни, как обычно, ну, так скажем, приукрасили события, потому что, блин, ну, на самом деле реально нет ничего серьёзного. Быстренько сейчас устанавливаем несколько блоков, благо вот с этой стороны вообще ничего не успело пострадать, и вот таким вот образом перекрываем абсолютно все источники воды. Правда, вот с этой стороны я вижу, что перекрылось не всё, ребята. Ё-моё, блин! Ладно, ладно, это будет чуть сложнее, чем я ожидал, ёшкин кот. Ладненько, нам нужно добыть ещё парочку блоков, офигеть, конечно. Как-то, ребята, я не рассчитал свои возможности и действительно думал, что это будет гораздо-гораздо проще. Ладно, ничего страшного, сейчас быстренько со всем этим справимся. Вот тут, ребята, тоже перекрываем источники воды, и вот в этом месте тоже её убираем, и по большому счёту, как мне кажется, мы практически совсем с вами справились. Остаётся только добавить земельку вот сюда, ну и всё, носатая, вы переживали! Как-то всё это очень-очень странно, Пиксель. Как только мы тебя позвали, ты сразу принялся всё ремонтировать. Ну, вы же помощи попросили, а что вы там, странного жителя, я вас, если честно, не понимаю. Не помогаешь плохо, помогаешь плохо, чё вам не нравится, блин? Да ничего, Пиксель, ничего, есть кое-какие подозрения. Понятия не имею, житель, о каких подозрениях ты говоришь, но, короче, разбирайся с этим сам. Я, в общем-то, своё дело сделал, воду перекрыл, грядку быстренько отремонтировал, а остальными вопросами занимайтесь уже, пожалуйста, сами. Я просто в шоке, подозрения у них там какие-то... Разговаривают они как-то грубо, видимо, знаете, носатые проснулись сегодня в плохом настроении. Но я, ребята, не имею к этому вообще никакого отношения. Само собой, я просто помог носатым, блин. И, как мне кажется, на моём месте так поступил бы кто угодно. А жители начали нести какую-то ерунду про какие-то подозрения. Блин, ребята, я одним словом просто в шоке. А чё это... чё это за звук такой непонятный? Какой-то хлюпающий... Я даже не понимаю, откуда этот звук идёт? Чё... чё это за бредятина? Вот тут его вообще не слышно, а вот в доме я его прямо отчётливо слышал. Носатый какой-то на помойку залез. А чё вообще тут про... про... происходит? А то я думаю, чё это за запах у меня странный дома. Я думал, мне... мне показалось, житель, ты совсем двинутый. Это ты, двинутый пиксель, пускай все знают. Знают что? Прости меня, какой нафиг грифер? Это чё за надпись дурацкая? Это во-первых, а во-вторых, грифер через букву Е пишется. Неважно, как это пишется, ты грядку разломал. Это из-за тебя всё, поэтому ты всё ремонтировать начал. Я разломал грядку? Чего вообще? Я её наоборот отремонтировал. Вы же сами ко мне пришли, вы же сами меня разбудили. Я быстро выхватил камеру, пошёл на улицу, включил запись и всё, как говорится, в прямом эфире сделал. Ты всё это подстроил, пиксель, специально, чтобы вы не поняли. А мы про тебя всё знаем, это ты сделал. Житель, ё-моё, да заняться мне нечем, ты чё, совсем что ли ненормальный? Ё-моё, с кулаками на меня набросился. Ладно, ребята, дверь я вроде как закрыл. Ё-моё, и на всякий случай я алмазный меч достану. Житель, ты больной какой-то. Ещё раз увижу тебя возле грядок, у тебя будут проблемы. Офигеть, блин, это чё сейчас было? Я просто в шоке, они совсем ненормальные, блин. Обвиняют меня в том, что я не делал, изрисовывают мне дом, ещё и с кулаками набрасываются. Ладно, ребята, ладно, сейчас самое главное просто быстренько добыть новый булыжник и поставить его на своё законное место. Но теперь, ребята, на всякий случай я буду ходить с алмазным мечом в инвентаре. Ёшкин кот, вот так и делай добро людям, как говорится. Я с самого раннего утра, без завтрака, без чистки зубов, выбежал на улицу для того, чтобы помочь своим друзьям-жителям, а они вон как ко мне. Ё-моё, задом, как говорится, повернулись. Извините, конечно, за такое выражение, но по-другому я это сказать не смогу. Так, ребята, чистый булыжник я откладываю в сторону, быстренько добываю всю вот эту вот ерундистику и выбрасываю это всё в лаву. Ё-моё, я прямо, знаете, прям расстроен и напуган параллельно. Есть у жителей моей деревни странная привычка подозревать меня абсолютно во всех бедах и делать это очень и очень глупо. Ладно, ребята, будем надеяться, что они перебесятся, успокоятся, поймут, что я вообще не имею к этому никакого отношения. И всё у нас будет просто замечательно. Лишний булыжничек выкладываем в сундучок, кирку кладём здесь же рядом. И пока что, ребята, из дома я лучше выходить не буду. Я лучше действительно пересижу здесь, зато буду полностью уверен, что меня никто не тронет и я буду в безопасности. Давай выходи, Пиксель, разберёмся с тобой. Да куда выходи, жители? Чё вы, блин, придумали? Ёшкин кот, мне кажется, или вас даже больше стало. Мы всеми фермерами сейчас твой дом окружать будем. Да, Пиксель, ты должен ответить за свои поступки. Да за какие ещё поступки, носатый, я ничего вообще не делал. Я не знаю, вы бы хотя бы какие-то доказательства нашли, а уже потом меня обвиняли вот в этом. Ё-моё, тем более, ну даже, даже припустим, если это действительно был я, ну ничего же серьёзного не произошло. Я же всё отремонтировал. Короче, Пиксель, у тебя минута, выходи из дома, или мы будем действовать. Ну уж нет, носатые, никуда из дома я выходить не буду. И на всякий случай, ребята, я вот так вот аккуратненько, быстренько забаррикадируюсь в этом домике, чтобы носатые не начали проходить сквозь двери. Если что, ребята, можно ещё разломать несколько блоков и вот так вот быстренько позастраивать окошки. Самое главное, чтобы жители просто перебесились. Я уверен, их отпустят. Я уверен, всё будет нормально. Самое главное, лишний раз не подставляться. А чё это за капельки у меня тут образовались и звуки какие-то странные. Жители, вы чё, мне лаву, что ли, на крышу разлили? Мы тебе сказали, Пиксель, что лучше выходить по-хорошему. Да вы совсем ненормальные жители, ну вы, вы, вы бешеные какие-то. Это просто капец какой-то, они с ума сходят. Ладно, ладно, ребята, я быстренько забираю все предметы из своего сундука. И теперь вместе с вами нужно быстренько куда-то, ёшкин кот, спрятаться. Блин, капец какой-то, просто какой-то капец. Видимо, видимо, мне всё-таки придётся выходить из дома. Потому что его, как вы видите, очень активно затапливает. Ладно, ладно, я выхожу. Фух, вроде всё нормально. Носатые, давайте, давайте просто с вами поговорим. Жители, давайте просто поговорим с вами. Держите его, держите его. Да ёшкин кот, ну отвалите вы от меня. Я не хочу, я не хочу, я не хочу вас бить. Ё-моё, ребята, их слишком много. Это просто капец какой-то. Носатый, я вас очень прошу, ну отстаньте от меня. Держите его, держите, жители. Ёшкин кот, ребята, это просто капец какой-то. Домой зайти не могу, в кузницу, в кузницу они тоже прорвутся. Зажимайте, зажимайте его, давайте, отвешивайте ему. Давай сильнее. Пиксель, Пиксель, ты слышишь меня, Пиксель? Ё-моё, как голова болит. Да, да, Носатый, только говори, пожалуйста, потише. Это капец какой-то, на тебе лица нет, ну ты посмотри на себя. Да не кричи ты, житель. Ой, голова раскалывается, нужно, ой, подняться как-то аккуратно. Жители совсем уже с дуба упали. О, ё-моё, ребята, вы посмотрите на меня. Да не толпой на тебя налетели, Пиксель, пять или шесть жителей. Да это я прекрасно помню, только не кричи, пожалуйста. Ой, ё-моё, ещё прихрамывать теперь буду. Надо скорую вызвать, Пиксель, или того лучше полицию. Ой, не надо никого, ой, не надо никого вызывать, Носатый. Я как-то сам с этим справлюсь. Офигеть, ребята. Вот это, конечно, по мне плотно, как говорится, приложились. Дома ещё лава эта дурацкая. Затопило всё, ещё и Носатые на меня. Ох, ёшкин кот, накинулись. Хоть присесть бы, ой, где-нибудь. Офигеть, ребята, было, было, но такого ещё не было, совсем уже озверели. Это не в какие ворота, Пиксель, нужно срочно вызывать полицию. Это не жители, а бандиты какие-то, гопники. Да вызовем мы сейчас полицию, жители мне для начала. Эй, нужно в себя прийти, я даже говорить нормально не могу. У тебя наверняка какие-то переломы. Да не нагнетай ты так, Носатый, мы совсем, совсем точнее, обязательно разберёмся, мысли уже путаются. Ребята, я с вашего позволения, если вы не против, выключу камеру. Немного, как говорится, приведу себя в порядок, не хочу перед вами показываться в таком виде. И немного позже мы обязательно закончим с этой историей. Носатые действительно, ой, должны получить по заслугам. Давай, давай, Пиксель, выключай, выключай камеру, потом продолжение выпустишь. Ой, именно так я и сделаю. Всем спасибо за просмотр, заходите завтра. Ой, выложу продолжение этой истории. Пиксель, ну что ты делаешь? Ну ты ерундой занимаешься, тебе к врачу нужно. Носатый, не нужно мне никакому врачу, всё будет нормально. Я сейчас сделаю отвар из ромашки и всё пройдёт. Да какой нафиг отвар ромашки, Пиксель, ты посмотри на себя. Ты весь в каких-то синяках, каких-то гематомах. Ну ничего страшного, Носатый, пройдёт, как говорится, до свадьбы точно заживёт. Да какой свадьбы, Пиксель? Пиксель, врача нужно вызывать, тебе наверняка рентген какой-то нужно сделать, перевязки. Да всё у меня будет нормально, житель, не переживай, сейчас попью чая и всё быстренько пройдёт. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И вчера, как вы помните, со мной приключилась очень неприятная ситуация. По какой-то неизвестной мне причине на меня набросилось огромное количество жителей и просто начали меня колотить. Вот именно, Пиксель, колотить, колотить по-настоящему. Нужно вызвать полицию, нужно вызвать медиков, нужно админу сообщить. Ну какому админу, Носатый? Ну что ты такое говоришь? Не поднимай панику. Ё-моё, может ли ещё президенту позвонить? Им президенту надо позвонить. Да-да-да, конечно, вот ему заняться больше нечем. Короче, ребята, прямо сейчас для того, чтобы, ну как говорится... Ох, ё-моё, господи, всё болит, всё кряхтит, как старикан самый настоящий. Для того, чтобы немного, ребята, переждать и отлежаться, нужно для начала немножечко обезопасить свою крышу. Ё-моё, в голове ещё такие круги, ребята. Звон в ушах, голова кружится. Ё-моё, такое ощущение, что я с какой-то километровой высоты упал. Пиксель, спустись оттуда немедленно. Ну что ты делаешь? Ну как, что я делаю, житель? Ё-моё, естественно, пытаюсь привести свой дом в какой-то более-менее порядок. Так, ребята, убираем вот эти вот окончательные блоки, закрываем вот здесь вот дырку. Ох, ё-моё, и буду потихонечку отсюда спускаться, потому что, ё-моё, житель в одном точно прав, мне с каждой секунды становится всё сложнее. Постельный режим, Пиксель, всё, быстро домой! Если ты сейчас продолжишь находиться на улице, я тебя силком туда затолкаю. Да всё, всё, носатый, я уже всё сделал и буду потихонечку сюда заходить, только, пожалуйста, не надо толкаться, потому что мне и так плохо, тут ещё полы нужно восстановить, убрать это всё. Не надо ничего восстанавливать, в кровать ложись, или я сейчас домой к тебе зайду. Ладно, ладно, всё, носатый, только не кричи, пожалуйста, потому что голова, фух, ё-моё, раскалывается. Вот так вот, ребята, без сортировки выгружаю всё в сундук. Ой, буду потихонечку действительно ложиться в кроватку. Ну ё-моё, ну вот эти вот блоки, ну они повсюду, ну реально же, просто даже не то, что некрасиво, а просто неудобно. Если, не дай бог, буду как-то во сне ворочаться, голову подниму. Ой, просто-напросто, ой, ударюсь, ёшкин кот, ребята. Ну-ка, ой, сначала присяду, ой, а теперь прилягу. Боже, какой кайф. Такое ощущение, что я прошёл 300 километров пешком, и теперь, полностью расслабившись, могу наконец-то поваляться. Это капец, Пиксель, я твой лоб сейчас потрогал, у тебя жар. Да тебе кажется, житель, наверняка просто на солнце перегрелся, сейчас в кровати полежу, немного отдохну и всё пройдёт. Да нет, Пиксель, у тебя температура, реально врачей нужно вызывать. Житель, я не хочу видеть никаких врачей, пожалуйста, оставь меня в покое, я просто полежу и всё будет нормально. Вот эти люди в белых халатах, вся эта атмосфера очень сильно угнетает, как говорится, дома и стены помогают. Полежу денёк второй, попью чай из ромашки, ой, всё будет нормально, ладно, носатый, уходи, а я немножечко вздрёвну. Ох, ё-моё, как же жалко Пиксель, ему сейчас так тяжело, бедненький, живого места дали мне оставили. И врачей не хочет, чтобы я вызывал, и помощь никакую не принимает. Но оставить это так просто очень и очень сложно. Мой друг в буквальном смысле ничего сделать не может с собой, и находится в этом состоянии. Поэтому я обязательно должен ему как-то помочь. Может быть, действительно какой-то отвар из ромашки ему сделать. Таблеток ему каких-то в городе заказать, в конце концов. Зелье какое-нибудь банальное сварить. В общем-то, любыми способами попробовать ему как-то помочь. А потом обязательно нужно будет найти жителей, которые это сделали, и реально вызвать на них полицию. Но Пиксель, конечно, не хочет этого. Потому что очень переживает, что в деревне снова начнутся какие-то ссоры. Но мне кажется, это очень правильно и очень справедливо. Никогда, никогда, слышите? Никогда не нужно решать какие-то вопросы. Ё-моё, вот такими вот кулаками. Я ещё видео посмотрел Пиксель. Они вообще из-за ерунды на него набросились. Якобы он какой-то грифер, хотя он вообще ничего не делал. Нет никаких доказательств. Поэтому эти жители 100% должны понести какое-то наказание. Так, ребята, я не просто так пришёл на болото. Нужно собрать немножечко грибочков. Может, супчик какой-то Пиксель усварить для того, чтобы у него упала температура. И добуду немного тростника для того, чтобы сделать ему чего-нибудь сладенького. Не знаю, как у вас, но я, когда болею, всегда хочу каких-то вкусностей. И настроение поднимают, и легче как-то становится, и веселее. Ё-моё, оказывается, ведьма прямо сейчас в своём домике. Это огромная редкость. Я капец, как сильно этому рад. Это... это же просто обалденно. Она же наверняка сможет помочь Пикселю. Сделает ему отвар какой-нибудь или, я не знаю, компресс для его синяков. И Пикселю наверняка это поможет. Если он не хочет общаться с врачами, то пускай пообщается с бабулей. Тем более он к ней относится просто офигенно. Она помогала ему десяток раз. И вы, подписчики Пикселя, всегда её уважали. Привет, житель. А что тебя привело ко мне? Бабуля, это очень и очень важно. Я по поводу Пикселя. Вчера в деревушке произошла очень неприятная ситуация. И так получилось, что его избили. Избили, говоришь? Пикселя? Да, бабуля, да, всё именно так. И я тут мимо пробегал. Думаю, может, ты сможешь ему помочь как-то. Зельюшко какое-нибудь ему сваришь или компрессик сделаешь. Поверь мне, нам очень нужна твоя помощь. Я бы, может, помогла? Ну а что мне за это будет? Бабуля, да мы тебе изумрудами скинемся. И подписчики помогут. Правда, ребята? Это очень и очень важно. Ну, пожалуйста, ну, пойдём. Ладно, житель, ладно. Пойдём, посмотрим. Вот он, бабуля, посмотри на его синяки. Посмотри на эти ссадины. Ай, ё-моё, чё опять за крики? Житель? Ведьма? Я чё-то не понял. А, господи, подняться бы. А чё тут, собственно, происходит? Не нервничай, Пиксель. Ты, самое главное, не нервничай. Ты сказал, что не хочешь видеть врачей. Ну да, я тебе... Ай, ё-моё, лучше не кричать. Я тебе ровно это и сказал. Ай, голова раскалывается. Ты для чего ведьму сюда привёл? Не переживай, Пиксель, бабушка тебе поможет. Да какая бабушка? Чё вообще тут происходит, житель? Я же попросил, попросил оставить меня в покое. Мало того, что ты ведьму сюда притащил, так, ё-моё, ещё и разбудил меня. Ох, капец какой-то, а я только уснул. Ещё, знаете, ребята, спать так неприятно. Со стороны в сторону ворочаюсь, на какой-то бок неправильно ложусь, синяки начинают болеть. Одним словом, ощущения были так себе, еле уснул, блин. Ну вот поэтому тебе и нужна помощь, Пиксель. Ведьма это сделает, она спасёт тебя. Да не нужно меня спасать, я же не просил этого делать, тем более... О, ё-моё, господи, блин, тем более мне уже лучше. Пиксель, Пиксель, с тобой всё нормально. Голова чё-то... Ой, сейчас на сундук опираться буду, голова чё-то закружилась. И ты говоришь, что тебе лучше, это ненормально. Ладно, ладно, носатый, по ходу дела ты прав, я как-то неправильно оценил своё состояние, но врачей, врачей я вызывать в деревню не хочу, это поднимет какую-то панику. Другие жители будут набрасываться на ещё одних жителей, это снова какие-то ссоры, я... Я этого всего не хочу, поэтому, если можно, то ладно, давайте с ведьмой разберёмся. Можно, Пиксель, можно, сейчас кое-что тебе дам. Вот это зелье нужно пить три раза в день, но уже после первого применения тебе станет лучше. Окей, спасибо тебе большое, а скажи, пожалуйста, это зелье какое-то прям магическое, у меня синяки тоже пройдут? А вот это вот нет, Пиксель, синяки у тебя будут проходить несколько дней. А, то есть я так понимаю, у меня просто, ё-моё, пропадут все симптомы, ребята, я лучше, знаете, вот так вот, ой, аккуратненько присяду, потому что я боюсь, что у меня ещё раз закружится голова, и я не просто рухну, ребята, а, например, об вот этот угол сундука ударюсь. И тогда мало того, что у меня будут по всему телу вот эти вот гематомы, я ещё головой приложусь, и моё состояние будет гораздо-гораздо хуже. Давай, выпивай зелье, Пиксель, и я пойду кое-кого встречу. Кое-кого встретишь? А, 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 чё, чё это за звук на фоне? Я вызвал полицию, Пиксель, этих жителей должны арестовать. Они должны сидеть в тюрьме, и я их туда отправлю. Житель, я тебя очень прошу, пожалуйста, успокойся, не нужно никого в тюрьму отправлять. Это только накалить ситуацию в нашей деревушке, а я не хочу этого. Не хочу опять постоянных этих ссор, постоянных конфликтов. Я просто хочу, чтобы у нас всё было нормально. Я уже всё решил, Пиксель, пей зелье и поправляйся. Это просто капец какой-то, ну почему, почему он меня не слушается? Ладно, ребята, чё-то у меня даже с голосом уже какие-то проблемы, видимо, ой, есть какие-то побочные, так скажем, эффекты. Поэтому в этом плане лучше действительно послушаться ведьму и жителя, и быстренько, ммм, вот так вот, ребята, выпить первое зелье. Фух, надеюсь, мне будет становиться лучше. Судя по твоему голосу, Пиксель, ты ещё и приболел. Это сейчас совершенно не важно, бабуля, самое главное, как-то остановить этого носатого. Ой, потому что если прямо сейчас он всю нашу деревню в тюрьму каким-то образом отправит, то я уверен, что у нас будут огромные-огромные проблемы. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Ох, ребята, и несмотря на моё очень болезненное состояние, у меня, судя по всему, очень высокая температура, я планирую всеми силами остановить новый конфликт в деревне. Для этого нам необходимо найти того самого носатого, который планировал вызвать сотрудников полиции. И благо, ребята, я вместе с вами сделал это прямо максимально быстро. Я сейчас аккуратненько становлюсь на шифт и максимально быстро, ребята, хочу подойти куда-нибудь вот сюдашеньки. Таким образом, мы вместе с вами будем незамеченными, а также, а также сможем подслушать какой-нибудь интересный диалог. Я вам серьёзно говорю, сотрудники полиции, это очень серьёзно. Да, мы всё прекрасно понимаем, а, быть может, вы запомнили их лица? Да, конечно, запомнил, их нужно в тюрьму посадить. Вы бы видели, что они своим другом сделали, ни одного живого места на нём не оставили. Вы обязаны сделать всё возможное и поймать этих бандитов. Ситуация, конечно, ребята, максимально не из приятных. Благо, я занял просто офигенное место и услышал абсолютно весь диалог. Ё-моё, мне ещё так плохо, если честно. Я бы с большим удовольствием выпил ещё одно зелье, но мне кажется, что так лучше, конечно же, не делать. И с одной стороны, я, конечно, согласен и с сотрудниками полиции, и с этим жителем. Потому что, действительно, вот за подобные, так скажем, побои, нужно, как минимум, выписывать огромные штрафы, а ещё лучше, действительно, садить этих обидчиков в тюрьму. Но, блин, ребята, я действительно этого не хочу, потому что, ну вы сами подумайте. Некоторые жители могут сказать про меня, что я какой-то стукач, я не знаю. Что я самостоятельно не могу решить свои проблемы и привлёк полицию. Или того хуже, жители, которых задержали, могут сбежать из тюрьмы и устроить в деревне самый настоящий переполох. Поэтому, как мне кажется, лучше, ребята, урегулировать эту ситуацию, как говорится, мирно. Поэтому наша с вами задача первонаперво найти моих обидчиков. Хотя бы несколько носатых для того, чтобы поговорить с ними и предупредить, что их ищет полиция. А уже дальше, ребята, после, как говорится, плодотворного разговора, принимать какие-то совместные решения. Жители, вы не поверите, но я, я, я как раз-таки вас искал. Не поверишь, Пиксель, но мы тебя тоже. А то чё ты, получается, в стукачи заделался? Вместо того, чтобы с нами разобраться, вызвал полицию в деревне. Да никого я не вызывал на сад, это один из жителей сделал. Я, наоборот, прямо сейчас искал вас для того, чтобы предупредить, что вам на время лучше спрятаться. Я прекрасно с подписчиками понимаю, что если вас арестуют, если вас задержат и начнут допрашивать, то это приведёт к огромному, супермасштабному конфликту. Ага, конечно, наверняка ты только что это придумал. Чтобы мы ещё раз тебе не отвесили хорошенько. Да какой отвесили, носатый? Вы чё, совсем, что ли, ненормали? Ну у меня на камеру всё записано. Я же, наоборот, вам помочь хочу, пожалуйста, куда-нибудь спрячь весь. А я тем временем, ребята, пойду искать остальных обидчиков. Ё-моё, какие эти жители всё-таки дурные. Я, несмотря на то, что они меня полностью несколько дней назад исколотили, несмотря на свою боль, несмотря на своё заболевание, и несмотря на многочисленные комментарии своих зрителей и подписчиков о том, что их реально нужно посолить в тюрьму по-хорошему, пытаюсь им помочь, и они мне просто-напросто угрожают, неадекватные какие-то. Но от своей идеи, ребята, я пока что отказываться не планирую. Моя задача найти остальных моих обидчиков. Да что их искать, Пиксель, они в подвале сидят. В подвале? Вот в этом домике, что ли? Да-да-да, они там от кого-то прячутся. Как я понимаю, от сотрудников полиции они сейчас всю деревню обыскивают. Вот это на самом деле очень и очень плохо, потому что... Ё-моё, если они сейчас найдут жителей в моём домике, а потом в дополнение найдут вот этих вот носатых, которые, ну, если верить жителю, сидят в подвале, то произойдёт ровно то, чего я больше всего боюсь и пытаюсь избежать. Поэтому, ребята, нам вместе с вами нужно поторопиться. И слушайте, возможно, носатым лучше не прятаться, а просто сделать, так скажем, чистосердечное признание. О, вы посмотрите, кто у нас тут пришёл? Стукач самый настоящий, не стыдно тебе? Ой, ё-моё, жители, и вы туда же, поймите... Ой, ё-моё, ой, всё тело начало болеть. Поймите, никакой я, блин, не стукач. Несмотря на то, что вы со мной сделали, и, кстати, ребята, как мне кажется, пора выпивать зелье. Я хочу вам помочь и сделать так, чтобы вас просто-напросто не арестовали. Поскольку прятаться уже не имеет никакого смысла, полиция обыскивает абсолютно всю деревню, я предлагаю вам носатые сделать, так скажем, чистосердечное признание. Полицейские вас послушают, я скажу, что не имею к вам никаких претензий, и вас просто-напросто отпустят. И всё будет нормально, а мы потом между собой этот конфликт как-нибудь решим. Ага, пенсор, конечно, делать, но больше нечего. Я бы на твоём месте лучше быстренько отсюда убежал, потому что у меня уже руки чешутся. Обалдеть, жители, я, как говорится, вам предлагал. Потом, пожалуйста, только не говорите, что я какой-то там стукач или какой-то неправильный. Подписчики и зрители моего канала свидетели, что я всё пытался решить мирно. Ну не хотят, ребята, значит, как хотят. Я вообще не понимаю, почему я должен за ними бегать, уговаривать их, блин. Я им в буквальном смысле предлагаю офигенный вариант, как просто избежать тюремного заключения. Они мало того, что меня не слушают, не прислушиваются к моим советам, так ещё грубят и параллельно с этим угрожают. Я просто в шоке. Периодически у жителей моей деревни реально что-то с головой случается. Поэтому, возможно, ребята, что вы, что житель, который вызвал полицию, действительно правы их по-хорошему посадить в какую-то тюрьму. Так, ребята, аккуратненько. Вы только посмотрите на это. Пока мы вместе с вами бегали по деревне, кажется, первых трёх жителей полиция уже успешно обнаружила. Так, спокойно, спокойно, лучше не дёргаться. Сейчас мы ваших товарищей найдём и всех вместе в тюрьму отправим. Ах, этот пиксель у нас попляшет. Если нас выпустят, у него будут проблемы. Так, разговорчики, разговорчики, выключаем. У вас и так проблемы. Офигеть, ребята, вы это слышали? Вы это слышали? Ну, ну вот то, что, вот то, что я вам и говорил. Что если этих жителей всё-таки арестуют сотрудники полиции, то они сто процентов захотят мне как-то отомстить. Ё-моё, я же говорил им, я предлагал, предлагал нормально решить эту проблему. И, как я понимаю, это те самые жители, которые всё это время ждали меня дома. Офигеть, ребята, ё-моё, какая же у меня сейчас жизнь беспокойная начнётся в ближайшие дни. Постоянно прятаться, постоянно ходить, оборачиваться. Переживать, что кто-то валится ко мне домой ночью. Переживать, что они как-то через тюрьму свяжутся с какими-то своими друзьями-жителями. Они нападут на меня, снова меня отколотят или сделают чего-то со мной очень и очень плохого. Я не знаю, над лавой какой-нибудь повесят. Фантазия у жителей, как вы помните, очень и очень богатая. Если они хотят сделать что-то супер неадекватное, то поверьте, ребята, они сто процентов это сделают. И вы это прекрасно знаете. Так, Петрович, ждём ещё несколько минут, если наши коллеги не возвращаются, то берём этих трёх нарушителей и увозим в тюрьму. Офигеть, конечно, ребята, очень надеюсь, что те четыре жителя быстренько куда-нибудь спрятались. А для чего нам прятаться, Пексель? Ты сделал так, что наши друзья сейчас в тюрьму отправляются. И мы обещали создать тебе проблемы, и ты сейчас их получишь. Да в том-то и дело, что я наоборот, ну вы же слышали, я не хочу, чтобы их в тюрьму забирали. И вас не хочу, чтобы вы в тюрьму забирали, я же поэтому к вам и пришёл. Я заранее вас предупредил о сотрудниках полиции. Заранее предложил сделать чистосердечное признание, ё-моё, вы мне, а вы мне просто угрожали. Согласен, Пексель, хватит с нас угроз, пора действительно начинать действовать. Действовать? В смысле, это вы, это вы о чём, носатые? Давайте, парни, накидывайтесь на него. Ё-моё, да опять, блин, опять, полиция, полиция, помогите. Держите, держите этих жителей, вот последние нарушители. Ё-моё, ребята, я сейчас, эй, я уже на ногах даже держаться не могу, да ё-моё, хватит пихаться. Хармать тебе, Пексель, давайте, жители, на доме, на доме. Ох, ребята, да что ж мне так постоянно достаётся, я вообще практически ничего не помню. Помню лишь, что носатые начали колотить меня ногами, набросились на меня толпой. Ой, а дальше всё как в тумане. Да, кстати, всем привет, ребят, меня зовут Пексель. Голос у меня оставляет желать лучшего, да и внешний вид. Ох, в принципе, тоже, ё-моё, где я вообще нахожусь? Это какая-то то ли камера, то ли подвал какой-то, запах тут, мягко говоря, неприятный. Кровать ещё эта дурацкая, вот почему у меня спина, наверное, болит. Хотя, с другой стороны, возможно, это потому, что носатые по мне очень сильно приложились. Ё-моё, то я думаю, чё я так плохо вижу, вы только посмотрите на мой левый глаз. В этот раз жители действительно перестарались, и что самое интересное, я вообще не понимаю, за что мне в этот раз досталось. Я пытался сделать как лучше, пытался спасти их от тюрьмы, а в итоге они всё равно на меня набросились. И я очень надеюсь, что полицейские всё-таки их задержали. Но судя по тому, что я нахожусь в каком-то непонятном и неизвестном мне месте, как минимум парочка жителей точно не отправились в тюрьму. Ё-моё, как башка раскалывается. А вот это ты хорошо подметил, Пиксель. Несколько носатых действительно не отправились в тюрьму. Эти полицейские оказались очень глупыми, и нам удалось сбежать от них. Ё-моё, житель, я вообще не понимаю, чё я вам плохого сделал? За что вы меня держите в этой дурацкой клетке? И более того, я тем более не понимаю, за что вы меня в очередной раз отпинали. А потому что из-за тебя, Пиксель, одни проблемы. Из-за тебя многие жители вынуждены прятаться от полиции. Они, которые жители, отправились в тюрьму. Так я не хотел этого, жители, ну ё-моё, ну в какой раз вам это повторяю? Я наоборот хотел вас спасти от этой тюрьмы. И вместо того, чтобы прислушаться к моим советам, вместо того, чтобы... Ай, избежать этого тюремного заключения, вы меня просто-напросто побили. Ой, ребята, зачем я это в тысячный раз повторяю? Вы и так всё прекрасно понимаете, а жителям говорить это бестолку. А куда он делся? Он же буквально 20 секунд назад возле двери стоял. Эй, жители, носатые, ё-моё, вы на кого меня тут бросили? Совсем, что ли, ненормальные? Мало того, что избили меня, так ещё закрыли в какой-то камере и ушли куда-то. Просто офигенно. Ладно, ребята, мы вместе с вами время терять не будем, а будем полностью всё осматривать. Сейчас я быстренько постараюсь как-то убрать вот эту вот кроватку. И постараюсь вместе с вами найти какие-то изъяны в этом вот месте. Возможно, ребята, где-то блоки не очень прочные, возможно, где-то подкоп можно с помощью рук реализовать и так далее и тому подобное. Потому что, как вы понимаете, сидеть на месте сложа руки я точно не собираюсь. И даже несмотря на своё очень плохое самочувствие и боль просто в каждой частичке своего тела, я буду стараться как-то отсюда сбежать. Так, ребята, тихо, тихо. Сюда кто-то идёт, поэтому устанавливаем кровать на место и делаем вид, что я ничего не делал. Вот так вот как-нибудь сяду и буду смотреть в один угол, чтобы не вызывать никаких подозрений. Давай, давай, носатый, шагай без лишних движений, быстро в камеру. Чего? В камеру? Я что-то вообще ничего не понял. Вот, теперь вместе будете сидеть, привёл тебе дружка. Офигеть, ё-моё, а его-то за что? Он-то что сделал? Тоже вас в полицию сдал? Я эту полицию вызвал, Пэксель. Я сидел у себя дома, эти вдвоём забежали, под руки меня схватили. И сюда уволокли. Ё-моё, жители, они тебя хотя бы не били, потому что, ай, по мне действительно неплохо приложились. На Пэксель всё в порядке, ну там просто ужас происходит. Не переживай, носатый, самое главное, что ты сейчас находишься, ну, плюс-минус в безопасности. А мы отсюда обязательно с тобой выберемся. Во-первых, нас с тобой двое, а во-вторых, прямо сейчас на нас смотрит огромное количество человек. И я уверен, что в комментариях подписчики предложат какую-то идею. Я не знаю, может, руками отсюда выкопаться. В любом случае, даже если этот вариант не прокатит, я найду какой-нибудь другой способ быстренько отсюда выбраться. Житель, а ты что тут, собственно, делаешь? Меня отправили передать вам небольшое количество еды. А также сказали лишний раз с вами не разговаривать. А, так подожди, носатый, ты не из этих вот бандитов, не из вот этих вот гопников, которые на меня набросились. Нет, Пэксель, я самый обыкновенный фермер, да и вообще я не очень рад, что тебя сюда закинули. Я ещё видео твои на ютубе смотрел, и я просто в шоке от их жестокости. Вот-вот, носатый, ну ты же, ты же видел, что я хотел, чтобы, ё-моё, их тоже в тюрьму не отправили. Слушай, носатый, раз уж ты такой добрый, может, может ты попробуешь как-то сообщение туда наверх передать? Сообщение? Какое ещё сообщение? Передай носатым из деревни, что меня вместе вот с этим носатым держат в какой-то камере. Тем более ты знаешь, где эта самая камера находится, и мы благополучно сможем отсюда сбежать. Да это как-то опасно, Пэксель, а если меня заметят? Да не заметят тебя, ты просто выйди, скажи, что еду нам передал через эту решётку дурацкую. И просто веди обычную деревенскую жизнь, но аккуратненько, в какой-то подходящий моментик. Сообщи остальным носатым, что нас держат вот в этом месте. Я уверен, многие откликнутся, и благополучно нас отсюда освободят. Ладно, Пэксель, я не обещаю, но я попробую. Отлично, ребята, теперь у нас есть хотя бы маленькая надежда на быстрое освобождение. Сейчас нам остаётся жителям только ждать. Носатому нужно быстренько успокоиться, а мы пока что можем немножечко перекусить. Потому что, по большому счёту, выбора у нас другого нету, и делать тут больше нечего. Ох, ё-моё, ну я задача у меня, Пэксель, передать какое-то сообщение. Если меня спалят, то у меня будут огромные, я бы даже сказал, гигантские проблемы. Ну чё, носатый, еду передал этому Пэкселю? Еду? Да, да, конечно, передал, и, как мне и сказали, я ни с кем там не контактировал. Теперь, если можно, я просто пойду дальше заниматься своими деревенскими делами. Фух, ё-моё, аж сердце в пятки убежало. Если бы они узнали, что я с Пэкселем заодно, наверняка тоже бы посадили меня в камеру. Чего? Это ты связался с Пэкселем? Ну, допустим, а в чём проблема? Да это же просто замечательно, наверняка ему нужна наша помощь. Я уж думал, что вообще от него никаких новостей не будет. Нет-нет-нет, новости будут, будут. Ё-моё, кузнец, я уж думал, ты заодно с этими гопниками. Пэкселем держит в подвале, который находится под домиком мэра. Он сидит там с фермером, который вызвал сотрудников полиции на этих бандюганов. Это значит, что мы должны собраться с силами, подготовить всё необходимое снаряжение и освободить его. Да-да-да, именно это мы и должны сделать. Самое главное, самое главное собрать огромное количество насадных. Ё-моё, какое облегчение. Я уж думал, всё, меня спалили, у меня будут проблемы. А я нашёл себе компаньона. Теперь нужно аккуратненько пройтись по деревушке, пообщаться с остальными жителями и найти ещё насадных, которые будут готовы мне помочь. Тебе помощь нужна, жители? А что случилось? Пикселя и одного из фермеров держат в подвале под этим вот домиком. И я собираю людей для того, чтобы освободить Пикселя. А можно с вами? Ё-ё, я тоже хочу! Да, конечно можно, я бы даже сказал нужно, блин, как офигенно! Мы тоже в деле, пора освободить их. Офигеть, как вас много! Я, я, если честно, не думал, что так быстро получится! Пиксель будет очень и очень рад, нужно сейчас всё обсудить и как можно скорее спускаться в этот подвальчик. Да не получится у тебя, Пиксель, ну ты так только руку сломаешь! Да я это прекрасно понимаю, носатый, но я делаю хотя бы что-то! Ну невозможно просто сидеть на одном месте! Но житель же сказал, что попробует отправить сообщение! Он же сказал, что попробует нас вытащить! Ну мало ли, у него там что-то не получится или жители побоятся это делать! А выбираться отсюда, естественно, надо! Мне ещё новое видео для подписчиков выкладывать, поэтому... Ай, ё-моё, рука болит ещё от этих вот побоев! Ты бы лучше, если честно, мне помог! Вдвоём мы этот точно блок разломаем, а дальше... Ё-моё, дальше там ещё и камень, и земля... Вот именно, Пиксель, нас ещё завалить-то может! Лучше просто сидеть на одном месте и ждать, пока что-то поменяется! Да, ждать, пока снова придут эти бандиты самые настоящие и снова нас отколотят! Я уже, вон, два раза от этого пострадал и как-то третий раз мне не очень хочется! Ё-моё, я даже глаз полностью открыть не могу! Так давай просто подождём, пока снова к нам кто-то придёт, откроет эту дурацкую клетку и мы на него набросимся! Житель, слушай, на самом деле это, возможно, хорошая идея, но, блин, как мне кажется, я сейчас не в том состоянии, чтобы с кем-то вступать, ну, в какую-то драку! У меня действительно болит абсолютно всё тело! Поэтому, как будто, житель, я лучше, знаешь, посижу и подожду, пока что-нибудь, ну, поменяется! Житель с кем-то поговорит или нас просто отсюда выпустят! Ну, невозможно нас тут вечно держать! Поэтому давай лучше вместе с тобой сэкономим силы, немного посидим, отдохнём, и всё будет нормально! Это чё за взрыв, Пиксель? Это чё сейчас было? Я не знаю, носатый, но вон блоки валяются! Лучше встать возле стенки, ё-моё, чё сейчас будет, блин? Нужно срочно прятаться, Пиксель, прятаться как можно скорее! Ну, так я это и говорю, носатый! Становись понад стеночкой, может произойти всё, что угодно! Пиксель, не переживайте, это мы, жители! Жители? Не переживать? В каком это... В каком это таком смысле? Кузнец, это... Это чё, реально ты мне? Мне не показалось, блин! Да, конечно, не показалось, Пиксель! Я тут не один, нас тут огромное количество! Офигеть, жители, я глазам своим не верю! А чё вы тут делаете? Ну, как с чего? Спасаем вас, конечно же! Кузнец, ты, 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 ты сейчас серьёзно? Так вот, почему вы взорвали тут всё! Офигеть просто! Не переживай, Пиксель, мы вас сейчас вытащим! Уж что-что, а сейчас я точно не переживаю! Ё-моё, ребята, у меня прямо голос прорезался! И несмотря на свой, ну, мягко говоря, помятый внешний вид, ой, и до сих пор довольно, довольно-таки болезненное состояние, я чувствую себя просто офигенно! Всем, кстати, привет! Меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, носатый, давайте, давайте поскорее отсюда выбираться! Мне уже не терпится, если честно, как можно скорее выбраться наружу и, наконец-таки, встретиться с этими обидчиками! А вот тут, Пиксель, есть небольшая проблемка! Дело в том, что этих обидчиков никто больше не видел! В каком это таком смысле больше не видел? Они чё, сбежали, что ли? Они же буквально недавно спускались ко мне в подвал и поцелали носатого! Как они могли исчезнуть буквально, я не знаю, за несколько минут или, может быть, за полчасика? Да это бред просто какой-то! Я уверен, что они далеко не могли убежать! Поэтому давайте, носатый, я сейчас быстренько переоденусь в более-менее приличную одежду! Я не знаю, умоюсь, попробую как-то синяки замазать, чтобы не видно этого было! Выпью какие-нибудь лекарства для того, чтобы мне окончательно стало лучше! И мы вместе с вами отправимся на поиски! Да у нас совершенно нет на это времени, Пиксель! Ты посмотри, в каком состоянии деревня! Деревня? А в каком она состоянии? Вроде как всё обычно! Домики целые, грядки никто не трогал! Да, домик мэра, конечно, немного пострадал, но, блин, тут ремонт, оно минут на 10 максимум! Да ты всего не понимаешь, Пиксель, помимо этих гопников, мэр пропал! Мэр пропал? А-а-а, давно, давно это случилось? Около получаса назад, мы уже всеми силами его ищем! Ё-моё, так эти бандюганы могли его с собой в какое-нибудь логово утащить, блин! Ладно, носатый, ладно, вы не переживайте, я сейчас быстренько... Ё-моё, быстренько, наверное, не получится в ушах, до сих пор звенит периодически! Значит, ребята, я довольно быстрым шагом, скажем так, буду двигаться в сторону своего домика, для того, чтобы взять кое-какое снаряжение! И уже после этого вместе с носатыми буду отправляться... Ох, ребята, на поиски мэра! Я очень надеюсь, что с ним всё в порядке и особо никто... Ой, всё-таки не пострадает! Благо, мои вещи остались в сундуке, и это просто замечательная новость! Хватаю с собой алмазный меч, все необходимые инструменты для поисков, беру весь свой, так скажем, боевой настрой и буду, наконец-таки, выходить из домика! Мы уже, в принципе, всё продумали, Пиксель! Поскольку ты неважно себя чувствуешь, то тебе лучше остаться в деревне! Да в какой нафиг деревне, житель, ты с ума, что ли, сошёл? Я хочу помочь в поисках мэра! Я, как никто другой, вместе с подписчиками знаю, как это правильно и быстро сделать! Да ты пойми, Пиксель, ты лучше его в деревне поищешь! А если тебе снова плохо станет, температура поднимется! А мы можем под какой-нибудь дождь попасть, и тогда тебе ещё хуже станет! Блин, ну вот в этом, кузнец, ты, конечно, прав! Возможно, мне действительно лучше остаться в деревне, да и, блин, с другой стороны! Если вдруг, пока в деревне будут отсутствовать абсолютно все носатые, придут эти дурацкие бандиты, ну или мэр, например, вернётся в деревушку, кто-то обязательно должен их встретить! Поэтому лучше, ребята, это буду я! Я, конечно, до сих пор немножечко помятый, да и состояние у меня, если честно, не очень, но, ребята, самое главное, не показывать виду, а взять всю свою смелость, всю свою силу в кулак и сделать то, что я, в принципе, должен! Мы сделаем это вместе! Мы вместе! Сообща найдём мэра нашей деревни! Я очень сильно на это надеюсь! Короче, носатые, вы действительно выдвигаетесь в сторону леса, в сторону болота! Самое главное, разделитесь, но постарайтесь как-то контролировать происходящее! Потому что вот эти гопники, бандюганы самые настоящие, могут оказаться за вашей спиной в любую секунду! И просто на вас накинуться и очень сильно отколотить! Уж я-то знаю, о чём говорю! А я в этот момент быстренько постараюсь отремонтировать этот домик, ну и, естественно, обойду абсолютно всю деревню жителей! Возможно, найду какую-нибудь зацепку, какую-нибудь улику, под каким-нибудь кустиком телефончик забытый найду, кусочек оторванной одежды, следы от машины, да короче, всё, что угодно! Любая мелочь нам сейчас поможет! И чем быстрее мы эту мелочь обнаружим, тем быстрее мэр вернётся в нашу деревню! Поэтому я предлагаю не терять ни секундочки и сразу же начинать поиски! Давайте, ребята, по старой доброй традиции обойдём абсолютно каждый домик! Посмотрим на потолок, на стены, на пол также обратим внимание и даже, ребята, заглянем под кроватку! Однако в этом домике абсолютно ничего, ребята! Как, в принципе, и вот в этом, и вот в этом, и даже вот в этом! Когда я начинал эту поисковую операцию, то я думал, что будет гораздо-гораздо легче! Ладно, ребята, возможно, к этому стоит подойти действительно гораздо серьёзнее, потому что, блин, у меня действительно очень сильно раскалывается голова и, возможно, я не до конца понимаю, что тут вообще происходит! Но то, что мэр пропал, это действительно очень и очень серьёзно! И нужно, ох, ребята, быть максимально внимательным! Действительно, периодически всё ещё звенит голова, и мне бы по-хорошему к врачу реально обратиться! Но сейчас, ребята, совершенно нет на это времени! Я специально залез на церквушку для того, чтобы осмотреть нашу деревню с высоты практически птичьего полёта! И, возможно, действительно заметить какие-то улики! Но, вроде как, к большому сожалению, ничего подобного я не вижу! Поэтому, ребята, ну, поскольку я ничего не обнаружил, я предлагаю просто так не тратить время, а действительно отремонтировать вот этот вот домик! Сундучок какой-то на чердаке появился! Блин, ребята, я как будто бы, знаете, в отключке очень долго находился! Я не помню, чтобы мэр как-то, знаете, свой чердак оживил! Это, конечно, довольно неправильно копаться в его личных вещах, но, блин, интересно, капец! Чё там мэр такого в своём сундучке хранит? Так, аккуратненько! Аккуратненько, ребята, сейчас на это дело посмотрим! Только мне бы для начала хотя бы немного брёвнышек добыть, для того, чтобы эта крыша на меня просто-напросто не рухнула! Потому что, знаете, находиться в этом жилище, как мне кажется, очень и очень опасно! Быстренько, ребята, сейчас забежим вот в этот лесочек, срубим буквально два дерева, и, кстати, заодно, знаете, кинем взгляд на вот эту вот лужайку! Возможно, тут тоже можно обнаружить какую-то улику, но, если честно, мне уже кажется, что я себе их просто могу напросто придумать! Действительно, лучше послушать жителей, немного успокоиться, ребята, выдохнуть и постараться восстановиться после, ну, вот этого вот! А то, действительно, я буквально несколько минут назад вышел из подвала, освободился в буквальном смысле из плена, и сразу, ребята, снова... Ой, вписываюсь в какую-то непонятную ситуацию! Так, аккуратненько, ребята, куда-нибудь вот сюда устанавливаем вот такую вот балочку! Теперь эта крыша держится гораздо-гораздо увереннее, и мы вместе с вами можем вот так вот аккуратненько пристроиться и заглянуть в этот сундучок! Блин, ребята, будет, если честно, очень прикольно сейчас найти какие-то секретные деревенские предметы, огромное количество изумрудов и так далее и тому подобное! Книжка? Серьёзно? Мэр на чердаке хранит одну книжку в сундуке, блин? Я надеюсь, что меня смотрят какие-то, знаете, книжные эксперты, и они мне просто сейчас напишут в комментариях, что эта книга стоит просто миллионы, триллиарды изумрудов, и именно поэтому мэр её хранил так глубоко на чердаке! Это, конечно, капец как странно, он бы ещё сейф какой-то для этого построил! Ладно, ладно, ребята, в любом случае интересно будет почитать, чё там такого написано! Жители деревни, пиксель, если вы это читаете, значит, меня уже нет в деревне! Я решил сбежать! Сбежать от проблем, от постоянных конфликтов и от этого напряжения! Я хочу обычного спокойствия! Грядки, лес, пение птичек! Я не хочу смотреть, как вы постоянно ссоритесь! Не хочу принимать в этом участие! Я просто хочу обычного спокойствия! Ой, не ищите меня, ваш мэр! Чего вообще, ребята, это, это чё, это чё я сейчас прочитал, блин? Какой нафиг сбежал из деревни? Какой нафиг? Не ищите меня, он чё, совсем, что ли, с дуба рухнул? Ну куда он пойдёт? У него же, у него же наверняка ни запасов никаких не было, ни еды, ни продовольствия! Да и на кого он нас бросил, в конце концов? Ё-моё, ребята, чё я, чё я жду? Надо, надо как можно скорее найти поисковую группу жителей и сообщить им эту суперважную новость, жители! Ё-моё, это капец какой-то! Ну сколько можно орать? У меня уже горло болит! Жители носатые, ну куда вы, блин, пошли? У меня суперважная новость по поводу мэра нашей деревни! Да хватит уже горланить, Пиксель, здесь я! Фух, носатый, ё-моё, наконец-то, наконец-то я хотя бы кого-то нашёл! Ёшкин кот, нужно было с вами договориться, я не знаю, телефоны хотя бы какие-то взять? Хожу тут, ору как ненормальный! Да говори уже, Пиксель, чё случилось? Мы уже пол-леса прочесали! Да в том-то и дело, что нет смысла это прочесывать, потому что я нашёл вот эту вот книгу! Я решил пройтись по деревне, осмотреть, как обычно, каждый кустик, каждый уголочек и заметил на чердаке домика мэра какой-то непонятный сундучок, поднялся туда, в общем, нашёл там книгу, в которой написано, что он просто сбежал из деревни! Подожди, как это сбежал из деревни? Из-за чего? Его чё, всё-таки преследовали эти гопники? Да в том-то и дело, что гопники эти вообще ни при чём! Он написал, что это из-за постоянных конфликтов, из-за постоянного напряжения, из-за того, что мы постоянно начали ссориться! Офигеть, конечно! Ладно, Пиксель, возвращайся в деревню, а я побежал за остальными жителями! Окей, носатый, надеюсь, вы вернётесь как можно-можно скорее, мы вместе с жителями будем продумывать какой-то другой план по возвращению мэра в деревню! Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! Во-первых, у меня есть хорошие новости, мне потихонечку становится лучше, я иду на поправку, и у меня даже полностью открылся один глаз! За такое, ребята, как мне кажется, нужно поставить лайк на это видео! Но, блин, есть и плохая новость! У нас в деревне пропал мэр, он просто сбежал куда-то! Неизвестно куда, неизвестно для чего, неизвестно насколько! Непонятно, вернётся он в деревню или нужно помочь ему вернуться в деревню! По большому счёту, если так подумать, эта книжка может быть вообще какой-то маскировкой! Может быть, его действительно похитили бандиты и оставили вот эту книженцию для того, чтобы мы ничего не заподозрили! Короче, ситуация, ребята, максимально серьёзная! И к ней нужно подойти с большой долей ответственности! Поэтому прямо сейчас, ребята, я полностью освобождаю свой инвентарь от всякой ерунды! И после чего жду абсолютно всех жителей в деревне для того, чтобы простроить какой-то план! И кажется, носатых ждать не придётся! Офигеть, они, конечно, быстро вернулись в деревушку! Собрались вот в такую вот организованную толпу, и это просто офигенно! Мы сейчас быстренько всё обсудим! Нечего тут обсуждать, Пиксель, мэр пропал! Так-так-так, носатый, отставить, как говорится, истерику! Не переживай, всё нормально! Я уверен, что мы быстренько его найдём! Надо сначала найти этих бандитов и разобраться с ними! Вот это, мне кажется, на самом деле плохая идея! Таким образом, мы не то что найдём бандитов, а просто проблемы себе найдём! Лучше сначала стабилизировать ситуацию в деревне и найти нашего мэра! Блин, Пиксель, нет мэра! Это новые возможности! Наконец-то я могу стать мэром и реализовать все свои идеи! Так, стоп, я вообще ничего не понял! Какой новый мэр? Ты вообще о чём? Они хотят выборы провести, Пиксель! Мы три кандидата! Чего вообще? Какие нафиг три кандидата? На пост мэра, что ли? Да, Пиксель, сейчас будет голосование! Принимай участие! Я не буду принимать участие в этой ерунде! Это бред какой-то! Нам нужно найти нашего мэра, а не нового! Ну как вы это не понимаете, блин? Или как это работает? Как в той самой пословице? Курица встала, место пропало, блин! Носатый, вы чё тут устроили? Давайте собираться! Нас вон сколько! Мы этого мэра за 15 минут найдём! У нас нет на это времени, Пиксель! Нужно сначала выбрать нового мэра, чтобы он командовал нами! Да не нужно вами командовать! Вы чё, сами организоваться, что ли, не сможете? Вы вон какие красавчики! Сколько всего мы вместе с вами пережили! Сколько всего мы вместе с вами прошли! Мы можем справиться и без нового мэра деревни! Уверен, что у нас всё получится! Нет, Пиксель, уже всё решено! Хочешь ты или нет, но сегодня у нас будет новый мэр! Это просто какой-то капец! Я в этом принимать участие не буду! Я лучше вместе с подписчиками пойду и буду искать нашего мэра! Потому что, блин, ребята, если они сейчас выберут кого-то нового, во-первых, в деревне будет происходить самый настоящий хаос, а во-вторых, ну вы сами подумайте! За кого-то носатые не проголосуют, за кого-то проголосуют в меньшей степени, снова конфликты, снова драки, интриги, расследования! И в таком случае я, наверное, бы поступил действительно как мэр нашей деревни! Из-за постоянных конфликтов просто бы быстренько ушёл! Поэтому я, ребята, лучше вот так вот аккуратненько сейчас зайду в лес и попробую всё быстренько рассмотреть! Возможно, действительно найду какую-то улику, которую не заметили носатые, или по прекрасному стечению обстоятельств, в принципе, смогу встретить мэра! Ну, мало ли он там на рыбалочку отправится, животных захочет добыть, ну, например, там, я не знаю, шерсть состричь, для того, чтобы скрафтить себе офигенную кроватку, брёвна захочет добыть, короче, вы всё прекрасно понимаете! Пока носатые занимаются ерундой, я вместе с вами буду заниматься делом! Так, носатые, все слушают мою команду! Прямо сейчас берём всё оружие, что есть в нашей деревне! Мечи, арбалеты, стрелы, луки, топоры, лопаты, вилы! Берём это всё и прочесываем весь лес, каждую шахту! Найдём этих бандитов, разберёмся с ними, и уже потом, может быть, найдём старого мэра деревни! С этой секунды я беру командование деревней! Но, носатый, может, я тоже хотел? Такая тряпка и плакса, как ты, не может управлять деревней! Что ты можешь предложить этим жителям? Ну, давай, ну, скажи мне! Я бы построил какой-то памятник, дань памяти мэру! Наверняка, наверняка, наверняка с ним что-то плохое случилось! Вот именно! Кого вы выберете, носатого? Меня? Сильного? Решительного? Или вот эту плаксу самую настоящую? Давайте, выбирайте скорее, из-за дела! Мы пойдём за тобой, носатый! Мы хотим разобраться с этими бандюганами! Вот это по-нашему! Правильно! Все, кто за мной, подходите сюда! Давайте, давайте! А вы что, все остальные струсили? Пускай они сами решают, носатый не дави на них! Всё с вами понятно, теперь вы со мной, жители! Мы сделаем нашу деревню великой, самой лучшей! Самой смелой и самой решительной! Все вперёд, встречаемся в кузнице! Сейчас возьмём все необходимые материалы и оружие! Жители, не слушайте вы этого злого, ненормального носатого! Не получится у них найти никаких бандитов! Давайте, лучше я буду управлять деревней! Построим какой-то мемориал памяти для нашего прошлого мэра! Чтобы он, ну, смотрел на нас с высоты, ему было приятно! Короче, все, кто со мной, давайте, отходите в сторону! Пойдём делать свою деревню будущего! Вот, подходите! А кто не хочет с нами, ну, пускай не идёт! Я никого уговаривать не буду! Давайте вот в этой части деревушки осядем и построим где-нибудь вот здесь мемориал памяти! Ё-моё, как же грустно, грустно осознавать, что мне придётся брать всё в свои руки! Но не переживайте, жители, я буду лучшим мэром для вас! Ну что, жители, я остался последним кандидатом в мэры! Но я самый крутой кандидат, потому что мы не будем делать ничего! Мы не будем искать мэра, не будем строить какие-то дурацкие мемориалы памяти! Мы будем просто жить и получать удовольствие! А как же, мэр, а как же помочь в поисках? А зачем нам это нужно? Если я буду новым мэром, мы будем просто веселиться! Слушать музыку, ходить на пикники, работать никто не будет! Полная свобода! Кто за? Идите ко мне! Подходите, подходите! Во, во, правильно, правильно! А вот эта толпа жителей пускай сама по себе остаётся! Живите в несчастье, носатые! Так, 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 подходим, подходим, жители! Сейчас первым делом устроим какую-то вечеринку! Включим музыку, покушаем бургеров! А где мы деньги на это возьмём? Из запаса нашей деревни, конечно, нужно брать от жизни максимум! Господи, как же я всегда хотел быть мэром! Наконец-то я реализую все наши идеи! Так, носатые, занимаем домик мэра! Только тут нужно всё переделать! Дом должен быть красочным и супер красивым! Ох, ё-моё, как же я уже устал! Я хожу по этому лесу приблизительно минут 15, и у меня уже просто отваливаются ноги! Во-первых, ребята, я ещё, конечно... Ох, ё-моё, наконец-то хоть присяду! Не полностью, конечно же, оправился! Вот это я хотел вам сказать! И поэтому я чувствую себя капец каким слабым, да и ноги, ребята, у меня... Ой, как вы помните, довольно сильно пострадали от этих, ну, небольших избиений! Ну, хотя, как небольших, довольно-таки весомых, но я стараюсь об этом не думать! И я всеми силами продолжаю искать мэра! Подождите, ребята, я вижу какой-то свет из шахты! И учитывая, что я довольно далеко отошёл от деревушки, она вот в той стороне находится! Это значит, что в эту шахту никто никогда из жителей не заходил! И я слышу звуки костра! Да ну нафиг, мэр, это ты! Я очень надеюсь, что это всё-таки его убежище! И прямо сейчас мы вместе с вами встретимся с мэром лицом к лицу! Ребята, вы только посмотрите на это! По ходу дела я действительно прав! Костёр, кроватка, картина и, что самое главное, ребята, корона на подушечке! А это значит только одно! В этом месте действительно прячется мэр нашей деревни! Да, кстати, всем привет! Меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13! Совершенно случайно я вчера наткнулся на вот это вот убежище мэра и нашёл его, кстати, довольно-таки быстро! Деревня, в которой прямо сейчас происходит что-то не совсем адекватное, находится вот в той стороне! И наша с вами задача как можно быстрее либо найти мэра, либо просто дождаться его в этом убежище! Потом вернуться в деревню, навести, как говорится, там порядок и всё будет нормально! Однако, ребята, я его пока что тут не вижу! Никаких следов его жизни, кроме вот этой вот короны! Здесь, естественно, и не обнаружено ни сундука, ребята, ни еды какой-то! Только три каких-то непонятных уголька в этой печке и, по большому счёту, больше ничего! Возможно, знаете, мэр отправился за едой или за какими-то припасами, поэтому я предлагаю быстренько подняться на вот этот вот холмик и всё тут осмотреть! Возможно, мы найдём какой-нибудь спуск в шахту, который освещен какими-нибудь факелами, и таким образом мы вместе с вами быстрее обнаружим нашего мэра! Но я пока что тут хожу, ребята, и, к большому сожалению, никого и ничего не вижу! Только парочку вот таких вот милых овечек и, по большому счёту, всё! И, наверное, ребята, лучше нам не путешествовать! Лучше действительно вернуться в это ущелье, в это убежище, в эту шахту, называйте, в принципе, это как хотите, и там дождаться мэра нашей деревни, для того, чтобы просто с ним не разминуться! Ну и, если честно, я признаюсь вам, что я немного подустал, ребята! Я всё ещё чувствую себя не очень хорошо, синяки ещё не сошли, ноги болят, Устаю я довольно-таки быстро, поэтому... Ой, ребята, где-нибудь вот здесь вот... Ой! Вот так вот удобно посижу возле костра, отдохну, продумаю какие-нибудь планы наперёд, да и просто отдохну от этой деревенской суматохи, потому что здесь в лесу всё очень-очень спокойно! Не знаю, ребята, слышно было на камере или нет, но сюда кто-то идёт! И, знаете, я на всякий случай пока что быстренько... Ёшкин кот, быстренько как-нибудь, как-нибудь вот так вот тут спрячусь! Потому что это может быть как мэр, так и какие-нибудь реально бандиты! Мы до сих пор с вами не знаем, правда ли то, что написано вот в той книжке! Поэтому лучше быть предельно аккуратными! Мэр! Эй, мэр, ты тут? Ты слышишь меня? Так, ребята, это кто-то из жителей, это точно не мэр нашей деревни! Я предлагаю аккуратненько, аккуратненько вот так вот выкопаться из этой шахты и зайти этому носатому в спину, и на всякий случай лучше держать меч наготове! Аккуратненько, ребята, сантиметр за сантиметриком начинаем выглядывать и... Действительно какой-то носатый! Вроде как он один, ребята, без какой-то подмоги, как я вижу! Поэтому прямо сейчас нужно быстренько к нему подойти и поинтересоваться, что он тут, собственно, делает! Один, ребята, два, три! Стоять, стоять, морда носатая! Ёбай, Пиксель напугал, совсем больной что ли! Ты чё тут делаешь, носатый, ё-моё, фу, ты меня тоже напугал, я думал, это бандиты! Да какие нафиг бандиты, я тоже мэра ищу! Так ты бы хотя бы предупредил, мы бы вместе пошли на поиски, вы же не ходили, вы же там какие-то выборы устроили! Ой, ё-моё, до сих пор успокоиться не могу, да какие нафиг выборы? Несколько носатых не принимают в этом никакого участия! То есть, подожди, никаких выборов нового мэра не было? Там всё обычно, всё стабильно и спокойно? Не совсем, Пиксель, деревня, можно сказать, разделилась на три части! Каждый кандидат взял себе несколько носатых и пытается сделать свою деревню будущего! Ё-моё, да чё за привычка постоянно деревню на несколько частей разделять, ну надоело уже! Единственный выход, который я вижу из этой ситуации, это дождаться нашего мэра, вернуть этого законного правителя, так скажем, в нашу деревушку и всё автоматически должно наладиться! Если мы это не сделаем, боюсь, житель, у нас будут очень-очень серьёзные последствия! Я поэтому, собственно, и здесь, Пиксель, я уже каждое ущелье обошёл! И как я понимаю, мэр остановился именно в этом! Да, носатый ты абсолютно прав, он тут определённо останавливался, потому что тут есть вот такая вот корона! Однако, никаких других припасов, которые, ну, как-то позволят ему тут существовать нормально, я, к большому сожалению, вместе с подписчиками не обнаружил! Наверняка, прямо сейчас он и отправился за этими припасами! Он же сбежал из деревни, а значит, что в ближайшее время он будет жить в этом ущелье! Ну, если честно, эта версия звучит довольно правдоподобно, но, блин, как-то жалко его на самом деле! Ушёл из деревни, ничего с собой толком не взял! Дом его вообще практически полностью разрушили, ему даже возвращаться некуда! Слушай, носатый, раз уж пока мэра тут нету, может, мы ему каких-то припасов сюда наносим? Ну, как минимум, какой-то морковшки, какой-нибудь картошечки, угля немножечко подкинем, потому что это очень мало! Мне кажется, что ему будет очень и очень приятно, но нельзя его в такой ситуации одного оставлять! Отличная идея, Пиксель, я тогда заеду и в деревню вернусь! А ты добудь ему каких-нибудь припасов, может, улики ещё обнаружишь! Окей, носатый договорились, в таком случае встречаемся вот на этом месте через несколько минут! А я, ребята, вместе с вами, ой, ё-моё, больной, хромой, выхожу в очередной раз на улицу для того, чтобы добыть немножечко припасов! Добуду немного дерева, ну, там, знаете, для переплавки, для костра какого-нибудь, возможно, для укрепления вот этой вот шахты! После чего постараюсь собрать немножечко грибочков для того, чтобы мэр нормально смог покушать и сделать себе, например, какой-нибудь очень и очень вкусный супчик! Так, аккуратненько собираем вот эти вот шампиньончики! И в идеале нам вместе с вами найти ещё какую-то шахту и добыть немного ресурсов! Но, блин, ребята, я в этой местности бываю крайне редко, да и тем более спускаться в шахту сейчас, ну, мягко говоря, опасно! Вы только посмотрите на моё состояние! Один неправильный шаг, ребята, я оступлюсь и всё! Хана, как говорится, буду валяться там несколько дней, пока меня кто-то не обнаружит! Поэтому, если есть возможность не рисковать, ребята, я лучше этой возможностью воспользуюсь! Пробегу сейчас здесь и пособираю немножечко припасов! Пиксер? Мэр? Мэр, это же ты, я правильно понимаю? Да, действительно, я? Ты какими судьбами? Да как, какими судьбами? Ё-моё, ищу тебя, конечно же! Офигеть, блин! Глазам своим не верю! Вот это удача! Вот это я понимаю, блин! Вот для чего ты меня ищешь? Я же сбежал из деревни! Если ты будешь уговаривать меня вернуться, то нет, Пиксер, даже не начинай! Я ни за что туда не вернусь! Я даже книгу вам специальную оставил! Да нашёл я вместе с подписчиками твою книгу! Вот она прямо сейчас в руках моих! И базу твою мы нашли, и припасы начали тебе собирать! А насчёт твоего возврата в деревню, блин, я, конечно, действительно не хочу тебя уговаривать, но в деревне ситуация очень и очень сложная! Носатые в буквальном смысле разделились на три лагеря, начали проводить какие-то выборы нового мэра! И что самое интересное, каждый из этих кандидатов какой-то странный! Один постоянно плачет! Второй, капец, какой агрессивный, хочет найти моих обидчиков! А третий вообще, походу, в облаках летает, и ему всё равно, что делать в деревне! Это одна из причин, по которым я не хочу возвращаться в деревню! А вторая причина, это... Мне просто нельзя там показываться! Да ладно тебе, мэр, ты это сам себе придумал! В деревне, я уверен, все тебя ждут и очень любят! Да и подписчики моего канала тоже, правда, ребята? Если это так, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, может быть, это прибавит уверенности жителю! Без тебя в деревне действительно очень и очень сложно, ну ты сам подумай, осень впереди! Последние тёплые деньки уже прямо сейчас наступают! А потом дожди, слякоть, постоянные болезни, возвращайся! Не могу, Пиксель, ну я же сказал, не уговаривай! Мне и самому от этого решения не легче! Да почему не можешь-то? Я не понимаю, в чём проблема? Ну, скажем так, Пиксель, мне... мне помогли принять это решение! Помогли принять тебе это решение? Тебе что, кто-то лапши на уши навешал? Голову, что ли, кто-то запудрил? Я ничего не понимаю, я уверяю тебя, тебе будут рады в деревне! Нет, Пиксель, это... 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 это не так, ну... не могу сказать! Да почему, мэр, ну объясни, ну это просто капец какой-то! Не могу, потому что не могу, ерунда это какая-то! Всё ты можешь, ты просто не хочешь или боишься, что твоя причина дурацкая! Эх, никакая-то причина не дурацкая! Просто кое-кто запретил ему рот открывать! Вот мы и нашли тебя, Пиксель, сам к нам пришёл! Так, носа, ты спокойно, спокойно, вы, самое главное, не нервничайте! Да какое уж тут нервничать, мы сейчас тебя просто быстро отколотим! И уж на этот раз постараемся решить эту проблему! Я вообще не понимаю, почему вы так сильно на меня обозлились, ё-моё, с чего всё началось-то, блин? С каких-то дурацких подозрений, что я стал самым настоящим грифером! Да и какой нафиг отколотим, вы посмотрите на меня! Но мне в буквальном смысле ни одного живого места не осталось! Учитывая, что ты ходишь, что ты разгуливаешь, мэра ищешь, место всё-таки осталось! Да, носа, ты, вы абсолютно правы! Я, 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 я вообще уже офигел, блин! Вы видели, ребята, за спиной этих обидчиков стоит житель! Тот самый житель, который был со мной в убежище мэра! Наша с вами сейчас задача максимально тянуть время! Куда это ты там отвернулся? Мы с тобой говорим вообще-то! Жители, давайте просто постараемся немного успокоиться, я уверен, что всё будет нормально! Нормально уже никогда не будет, в деревне нас никто не ждёт! Именно по этой причине мы решили мэра с собой забрать! Заложник в виде мэра вам сто процентов не поможет, ну вы сами подумайте! Носатые в деревушке уже провели какие-то новые выборы, у них уже новый мэр, блин! Ваша задача просто прийти в деревню, попросить прощения и всё будет нормально! Это точно не сработает! Короче, носатые, давай разберёмся с Пикселем! Спокойно, Пиксель, спокойно! Это я сделал! Ё-моё, носатые, вот это ты вовремя офигеть! Просто вот это красавчик! Мэр, ну ты видел, ну ты видел это! Я просто в шоке, герой настоящий! Блин, житель, ты не представляешь, как ты меня выручил! Ещё бы полсекунды, и вот эти жители на меня бы набросились! Ребята, обязательно напишите в комментариях, какой этот житель красавчик! Я реально просто в шоке, а как ты их так с одного удара? Ну я же припасы для мэра собирал, вот и скрафтил биту! Офигеть, серьёзно? Бейсбольной битой двоих из одного удара? Да! Офигеть, у неё урон, конечно, у алмазного меча чуть больше! Теперь-то я понимаю, почему это сработало, и блин, а делать-то теперь чего? Да как чего, Пиксель, уходите отсюда вместе с этим жителем! А с этими носатыми что делать? Вот так вот бросить их тут в отключке? Ну конечно, Пиксель, а ты что предлагаешь? На пикниках пригласить? Они взяли меня в заложники, хотели отколотить тебя! Бросай их тут и пошли отсюда! Ну не знаю, это как-то неправильно, может, ну, помощь им какую-то вызвать или скорую? Да какую нафиг скорую, Пиксель, бросай и уходим! Как-то это неправильно, но ладно, выбора у меня нету, один я этим заниматься просто-напросто не смогу! Потому что у меня до сих пор по всему телу синяки, и я передвигаюсь с трудом, не говоря уже о том, чтобы куда-то этих жителей оттащить! Мэр, Мэр, ты слышишь нас? А это ещё что за звуки? Это кто? Мэра ищет! Походу дело это ещё партия жителей! Ну так отлично, давайте их сюда позовём и заодно поможем этим носатым! Нет, Пиксель, этого нельзя делать, они подумают, что мы с ними заодно! Да какой нафиг заодно? Они лежат в отключке вот прям перед нами! Тем более у меня на камеру всё записано, мы сможем им доказать, что мы тут ни при чём! И Мэр заодно тут вот вернёмся в деревню, одним выстрелом столько проблем решим! Нет, Пиксель, сейчас возвращаться рано, нужно спрятаться! Да какой спрятаться? Ну вы сами подумайте, это идеальное время для возвращения! Это не обсуждается, Пиксель, просто доверься мне, прошу тебя! Ё-моё, ладно, хорошо, хорошо, допустим потом, только главное объясните, что тут происходит! И где тут прятаться? Я вообще ничего не понимаю! Мэр, ты где? Ну где же ты? Ё-моё, они уже рядом с каждой секундой, они становятся всё ближе! Куда идти-то, блин? Будем прятаться в деревьях, Пиксель, я хотел это сделать самостоятельно! Но раз уж мы тут сделаем это вместе, устанавливаем призрачные блоки! Призрачные блоки в деревьях, ладно, ладно, хорошо, я, если честно, ребята, ровно так же, как и вы, вообще нифигашеньки не понимаю, но буду надеяться, что потом мэр мне быстренько всё объяснит! Так, ребята, устанавливаем это вот сюда, вот, замечательно! И вот таким вот, ну, не совсем удобным образом! Но мы вместе с вами сможем спрятаться, так, нужно подготовить ещё остальные деревья для остальных жителей, так, господи, с которыми я тут застрял, так, отлично! Здесь сделаем ровно то же самое, и в этом месте то же самое! По большому счёту всё готово, но я до сих пор вообще ничего не понимаю! Давайте, давайте, жители! Прячьтесь в деревьях, только самое главное потом объясните, что тут, блин, ё-моё, происходит! Ребята, если у вас есть какие-то подозрения, если у вас есть какие-то догадки, почему мэр прячется от жителей собственной деревни, то обязательно напишите это в комментариях, мне будет очень интересно и важно почитать! Давайте, обходите тут абсолютно всё! Что-то мне подсказывает, что мэр деревня где-то рядом, мы уже нашли его ущелье! А вот, ребята, и жители, которые ищут мэра, но я не понимаю, почему мэр прячется! Я, если честно, делаю ровно то же самое, потому что, ну, возможно, мэр знает что-то большее! Потому что, как вы слышали и как вы видели, тут всё не так уж и просто! Вот эти вот мои обидчики взяли мэра в заложники, взяли его в плен какой-то, рассказывали, что и как ему делать, и поэтому, возможно, ребята, эти носатые как-то в этом замешаны! Да нет тут никого, ну, посмотри, абсолютно пусто! Я уверен, что мы ещё не всё нашли! Обходите каждый костник! И я очень переживаю, ребята, что случится, если они найдут вот эти вот тела! Вот этих вот жителей, которых отключили с помощью вот этой вот офигенной бейсбольной биты! А учитывая, что мэр прячется и от этих носатых, у меня появляются очень странные подозрения... Эй, носатые, идите сюда, я кое-что нашёл! Опа, ребята, опа, ситуация, ситуация накаляется! Главное, главное говорить потише и случайно не выйти из этого дерева! Офигеть просто, кто их так приложил, вы посмотрите! Кто-то очень сильно по ним приложился, они в отключке находятся! Да, давайте попробуем им помощь оказать и узнаем, кто это сделал! Вот это, ребята, совершенно плохие новости! Если эти жители приведутся в чувства, они расскажут, что мы где-то рядом! И в таком случае... Ё-моё, они будут обыскивать абсолютно всё, ещё сторожа этого дурацкого оставили! Нужно как-то отсюда сбежать! Я уже даже думаю, ребята, сделать какой-то импровизированный подкоп где-нибудь за деревом! Соединиться с остальными деревьями! И вместе с жителем и с мэром быстренько отсюда куда-то уйти! И самое главное, когда мы будем уходить, нужно поинтересоваться у мэра, почему он так боится жителей! Уверен, ребята, что здесь что-то не так, потому что, как вы видите, эти насадки действительно помогают другим жителям! Ё-моё, поэтому нам нужно вместе с вами как-то аккуратненько, вот так вот, ребята, незаметно за вот этим вот деревцем, быстренько сделать импровизированный подкопчик, вооружаемся призрачными блоками, устанавливаем это вот так вот и... Хопачки, ребята, аккуратненько опускаемся в подземный, так скажем, мир и теперь быстренько прокапываемся к остальным деревьям! Благо, ребята, сделать это будет очень и очень просто, потому что... Ёшкин кот, потому что у меня есть все необходимые инструменты! Самое главное сейчас нащупать то самое дерево, где сидит мэр нашей замечательной деревни! И кажется, ребята, и кажется... Опачки, я это нашёл! Офигеть, Пиксель, ты видел, сколько жителей навалило? Да видел, мэр, видел, конечно, ты не кричи так сильно, то мало ли ещё услышат! Ты самое главное объясни мне, чё тут нафиг происходит, почему ты от них прячешься? Да потому что эти жители, возможно, заодно с этими преступниками! Мне очень много насадных угрожало, поэтому я и ушёл из деревни! Да вроде как тебя в деревне наоборот все поддерживали! Может, тебе показалось? Давай просто выберемся и поговорим с ними, тем более настроя, у меня меч алмазный есть! Я уверен, что всё будет нормально! Не будет, Пиксель, поверь мне на слово, не будет! Они все заодно, они хотят полного уничтожения деревни! Если бы я не ушёл из деревушки, они бы всё уничтожили, каждый домик! И от деревни жителей остались бы одни руины! Ну, наконец-то, ё-моё, поднимайтесь! Где мэр? Как вы его упустили? Ой, да рядом этот мэр, где-то ищите! Нас по башке кто-то огрел и... Ой, наверняка у них есть какие-то сообщники! Вам вообще ничего доверить нельзя, дураки вы самые настоящие! Мы теряем контроль в деревне, ищем, ищем мэра! Наверняка он ещё Пикселя с собой прихватил! Мэр! Мэрушка! Выходи быстрее! А если не выйдешь, то я вернусь в деревню и уничтожу там всё! Ты слышал это, мэр? Это они тебя там наверху зовут? Конечно меня! Я же тебе говорил, что они заодно! Нельзя мне отсюда выбираться! И теперь, Пиксель, ты в такой же ловушке, как и я! Мэр, я вообще ничего не понимаю, о какой ловушке речь идёт! Но объясни ты хоть что-то! Не я, не подписчики вообще ничего не понимают, блин! Да что тут непонятного, Пиксель? Вот эти вот разбойники, бандиты самые настоящие! После того, как тебя избили, и после того, как приехали сотрудники полиции, схватили меня за руки и начали бежать из деревни! Ну это я уже понял, только, блин, я до сих пор не могу понять, для чего, ну какова цель этого? Для того, чтобы в будущем вернуться в деревню! Я у них как залог того, что у них всё получится! Ну как ты этого не понимаешь? Ну вот теперь я всё прекрасно понимаю, но, блин, ты бы мог хотя бы в книге, я не знаю, какое-то тайное послание оставить! Как-то замаскировать эту информацию, я бы очень сильно подготовился и с подписчиками вытащил тебя! А так, ребята, теперь мы вместе с вами сидим в каком-то непонятном подземелье, и нам придётся рыть туннели для того, чтобы выбраться отсюда! Да, кстати, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли, и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13, ё-моё, носатый напугал, блин! Вот постоянно у вас у жителей привычка подкрадываться! Ё-моё, ещё и факел этот поставил, знаешь, как я перепугался? Я думал, блоки кто-то сломал! Ох, извини, Пиксель, я, я еле до вас докопался! Представляешь, мне рукой, рукой пришлось всё это ломать! Офигеть, блин, и камень в том числе! Ё-моё, ты как это сделал? Хотя, в принципе, это сейчас неважно, поскольку все мы тут с вами собрались в такой вот уютной компании, а над нами прямо сейчас огромное количество жителей, которые в любую секунду могут нас обнаружить, я предлагаю, как мне посоветовали в комментариях, прокопаться куда-то, параллельно с этим застраивать за собой каждый блок, а после чего выкопаться и, наконец-таки, добраться до деревни жителей. А там, я уверен, нам носатые уже смогут помочь. Даже несмотря на то, что они наверняка себе уже выбрали какого-то нового мэра, даже несмотря на то, что они разделились там на три части деревни, если я всё правильно помню. Короче, ребята, иными словами, нам 100% нужно добраться до деревни жителей, поэтому давайте, носатые, давайте уходим отсюда! Чем дольше мы стоим на одном месте, тем легче нас обнаружить. Да куда ты сейчас пойдёшь, Пиксель? А если на нас земля обвалится? А если мы в какое-то ущелье попадём? Или того хуже, к зомби! Да не попадём мы никаким зомби, ни в какое ущелье, ё-моё, мы капец на какой минимальной высоте! А даже если это случится, у меня есть алмазный меч и вот такая вот бейсбольная бита. Втроём мы точно сможем от них отбиться, даже, опять же, несмотря на то, что я до сих пор чувствую себя, ну, так себе. До сих пор синяки по всему телу, до сих пор руки болят и... Ё-моё, ребята, если честно, хотелось бы уже перекусить и просто-напросто отдохнуть. Но времени на передышки у нас нет, ребята, нужно прокапываться и делать всё по уму. Это из-за вас ничего не получилось, вы пришли слишком поздно! Со своей стороны мы сделали всё идеально, мэра похитили, угрожали ему! Ваша задача была проследить за деревушкой и прийти вовремя! Это вас по голове огрели, а не нас! Вы, мэра, упустили! А кто знал, что к нам со спины подойдут? А кто знал это? Вы должны были прийти раньше, подстраховать нас, сделать всё по-человечески! Всё через одно место, как обычно, давайте теперь искать их! Если мэр сможет добраться до деревни раньше нас, то у нас будут огромные проблемы! Так давайте просто в деревню придём! Возьмём под контроль абсолютно все домики и дождёмся мэра! А вот это на самом деле не такая уж и плохая идея! В таком случае берите все необходимые инструменты и оружие, выдвигаемся в деревню! Быстрее, что вы стали! Ну что же, ребята, я немного прокопался и выкопался в какое-то непонятное озеро! И теперь наша с вами задача аккуратненько отсюда выплывать! И, естественно, параллельно с этим посматривать по сторонам, чтобы нас никто, естественно, не заметил! Так, аккуратненько выныриваем! И для начала, ребята, я хочу тут осмотреться и уже только после этого скомандовать носатым, что они могут подниматься! Деревня жителей находится приблизительно вот в той стороне, если я, конечно, правильно сориентировался! Но, опять же, сейчас самое главное не добраться до деревни, а убедиться в том, что здесь всё, в принципе, безопасно! Поэтому я аккуратненько, ребята, вот так вот, как самый настоящий Маугли, заползаю на деревья и быстренько начинаю тут осматриваться! Но, вроде как, на первый взгляд никого тут не видно! Мы закапывались приблизительно вот в том еловом райончике! И если бы нас действительно искали, то здесь можно было услышать или увидеть каких-то носатых! Поэтому, ребята, фух, вроде как всё в порядке! Аккуратненько плюхаемся в водичку и, естественно, зовём носатых! Давайте, жители, выползайте отсюда! Наверху безопасно! А ты уверен, Пиксер, сто процентов? Миллион процентов, носатые! Давайте, 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 поднимайтесь! А я вас тут, в принципе, буду дожидаться! Фух, ребята, и пока... Ой! Пока жители поднимаются, я, наконец-таки, могу позволить себе буквально 10, хотя бы 15 секундочек просто посидеть на траве! Потому что за последнее время я очень сильно устал и просто действительно хочется отдохнуть! Потом отдохнёшь, Пиксель, нужно скорее вернуться в деревню! Ё-моё, ну как же быстро вы всё хотите сделать! Ой, ладно, с одной стороны, вы, конечно, правы, потому что, как говорится в старой пословице, сделал дело, гуляй смело! Но я уже настолько много дел сделал за последнее время, уже так сильно натерпелся, что действительно уже просто невозможно! Так, ребята, аккуратненько, аккуратненько, самое главное, спускаемся для того, чтобы... Ой, я и так травмированный ничего себе не случайно не сломал, ребята! И, естественно, двигаемся в сторону деревни, потому что она уже в буквальном смысле находится за вот этим вот холмиком! Аккуратненько сейчас в неё вернёмся, пообщаемся с носатыми и на всякий случай вызовем себе сотрудников полиции! Ох, ребята, как давно я не видел эти домики! Ох, Пиксель, даже не верится, что мы сейчас вернёмся в деревню! Как думаешь, жители будут рады меня видеть? Да, конечно, будут, мэр! Я тебе это уже тысячу раз повторял, ё-моё! Давай ты сейчас сам во всём убедишься, мы быстренько дойдём до деревни и посмотришь на реакцию жителей! Я чё-то сейчас, ребята, аж, знаете, до речи потерял! Это чё за железные блоки? Это чё за бредятина? А это давно так, Пиксель, тут блоки стоят? Да в том-то и дело, что когда я уходил, этого не было! Я чё-то вообще ничего не понимаю, ладно, ладно, ребята, давайте подойдём поближе и осмотрим это более детально! Ёшкин кот, это... это чё вообще за ерунда? Складывается впечатление, что в деревне какие-то, знаете, действия боевые происходили, они начали укрепления строить! Или зимой в снежки играть и из снега какие-то тоже стены делать! Это вообще какая-то бредятина, ты посмотри сколько всего! Да я вижу, мэр, вижу, и я ровно так же, как и ты, как и подписчики, вообще ничего не понимаю, ё-моё! Реально складывается впечатление, что это прям какие-то, знаете, отдельные районы деревни! Вы посмотрите, как это всё интересно тут построено! Я, если честно, боюсь подходить ближе, потому что мало ли, чё там вообще происходит! Походу, все жители по домикам сидят! Но эта конструкция выглядит капец как интересно! Вот эти вот домики обнесены вот такой вот железной штучкой, центр деревни тоже ограждён, и вот тот район с моим домиком и кузницей тоже отдельно ограждён! Да нет смысла гадать, Пиксель, нужно вернуться в деревню и поспрашивать! Да блин, как-то стрёмно в неизвестность идти, мало ли, чё там произошло за время нашего отсутствия! Но хотя в чём-то я с вами согласен, действительно, по-другому мы с этим не разберёмся! Ладно, ребята, пожелайте, пожалуйста, прямо сейчас удачи нам в комментариях, а также ради поддержки по старой доброй традиции поставьте лайк на это видео! Потому что сейчас мы вместе с жителями ввязываемся в какую-то очень-очень неприятную историю, и, как мне кажется, даже в какую-то передрягу! Естественно, ребята, первым делом я направляюсь в сторону своего домика, потому что, ну блин, это всё-таки моё жилище! И если начнётся какой-то конфликт, я смогу хотя бы как-то защититься и сказать, что я просто пришёл за какими-то вещичками! Но что самое интересное, я до сих пор не увидел ни одного жителя! Возможно, нереально сидят по домикам, а возможно, просто бросили деревню! Происходить может прямо сейчас абсолютно всё, что угодно, ладно? Ладно, ребята, я уже очень близко к своему домику, и, естественно, аккуратненько буду заходить! Давайте, жители, не отставайте, проходите ко мне в дом! Тут, ребята, к счастью или к сожалению, не поменялось ровно ничего! Также стоят эти блоки булыжника, всё так же в моей печке лежит три уголька, и всё так же в моём сундуке лежат какие-то ресурсы! О, здравствуй, пиксель, с возвращением в деревню! Это чё ещё такое? Да успокойся ты, пиксель, не нервничай, всё в порядке! Да в каком нафиг порядке? Передо мной стоит абсолютно три одинаковых жителя! А за окном установлено огромное количество железных блоков, и деревня вообще в чёрт пойми что превратилась! Да всё в порядке с деревней, она просто немного поменялась! С тех пор, как в деревне пропал единственный мэр, деревушка разделилась на три части, и мы этими частями управляем! Какое нафиг разделение деревни? Какие нафиг три части, блин? Это просто сумасшествие какое-то! Была уже история, ребята, где деревня поделилась на две части! Тогда одна половина жителей ненавидела вторую, а вторая половина жителей, как бы это логично ни звучало, ненавидела первую! Но здесь, ребята, я вижу что-то совсем неадекватное, вы только посмотрите на это, блин! Огромное количество железных блоков и деревушков в буквальном смысле поделена на какие-то районы! Вот один район, который полностью отделён от второго вот такими вот блоками! Центральный район, в свою очередь, отделён от первого и от третьего! Я вообще не понимаю, что тут нафиг происходит! Казалось бы, меня не было в деревушке, ну буквально, ну сколько там, день максимум? А тут поменялось в буквальном смысле абсолютно всё! Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! И наша с вами сегодняшняя задача разобраться, что тут вообще нафиг происходит! И самое главное, и как всю эту ерунду, ну так скажем, вернуть в своё обычное состояние! Обычное состояние уже невозможно! Мы уже поделили деревушку, жители уже вещи начали переносить! Поэтому деревня навсегда останется в таком виде! Носатый, ну чё вы, ё-моё, такое несёте? Ну я же не один в деревню пришёл, со мной мэр был! Только я не понимаю, куда он делся! Видимо, тоже находится в небольшом шоке и решил прогуляться по вот этой деревушке! Если это вообще можно назвать деревней, это просто бредятина какая-то! Ну почему? Почему это всегда происходит со мной? Ладно, ребята, ладно, давайте я постараюсь, фух, немного выдохнуть, постараюсь немного успокоиться! Поговорю сейчас вот с этими мэрами деревни, после чего найду мэра и попробую, ребята, немножечко, так скажем, здесь освоиться! Потому что самое главное, что нужно помнить, что те самые обидчики, те самые бандиты, гопники самые настоящие! Всё ещё находятся где-то рядом и в любую секунду могут прийти в деревню! Поэтому наша с вами задача, как можно скорее объяснить вот этим носатым, что деревня жителей находится в опасности! Да в какой ещё опасности, Пиксель? Чё ты себе выдумал? В деревне всё просто замечательно, мы дружим между собой, не ссоримся и каждый занимается любимым делом! Да каким нафиг любимым делом? У вас на улице ни единого носатого! Наверняка из-за вот этих вот разделений они просто сбежали из деревушки! Нет, Пиксель, ты не понимаешь! В деревне всё просто замечательно, а жители сейчас просто отдыхают! Совсем скоро они проснутся и будут заниматься своими делами! Да я вообще не понимаю, какими нафиг делами! У вас до сих пор какая-то разруха в деревушке! Грядки не убраны, домик мэра разрушен, стены какие-то непонятные стоят, ерунда это всё носатый! Я вас очень прошу, давайте быстро всё уберём! Все вместе разберёмся с этими гопниками, с этими бандитами! Вернём нашего мэра на свой, так скажем, законный пост, на свой пьедестал, так скажем! И будем жить как раньше! И всё у нас у всех будет замечательно! Да это не нужно никому, Пиксель! Ты лучше выбери, в какой половине деревни ты жить хочешь! Да в какой нафиг половине? Я хочу жить просто в обычной, единой деревне жителей! Я не собираюсь ничего выбирать! Я хочу, чтобы всё было как обычно! Поэтому давайте убирать вот эти дурацкие ограждения! Да хватит тут вандалить, Пиксель! Мы ничего не будем убирать, ну пойми ты! Абсолютно всех жителей устраивает новая деревня! Ты просто должен выбрать половину, на которой тебе комфортней! Господи, какая же это бредятина! Ну почему я постоянно принимаю в этом участие? И самое главное, почему жители не понимают меня? Все мы прямо сейчас находимся в огромной опасности, потому что в любую секунду эти гопники могут сюда прийти! Ё-моё, ну как вы это не понимаете? И где этот дурацкий мэр? Куда он запропастился? Мэр, ё-моё! Вот эта деревня жителей, наконец-то мы до неё добрались! Правда мы очень сильно задержались, и поэтому тут капец как всё изменилось! И теперь никакой мэр нам не поможет! Мы не сможем в неё вернуться, это из-за вас всё! Вы упустили мэра, вы упустили Пикселя! Да хватит это повторять, сейчас мы быстро всё исправим! Да вряд ли у нас что-то получится, вы посмотрите на это! Они уже какие-то оборонные стены начали устанавливать! Ладно, другого выбора у нас нету, поэтому быстренько двигаемся в какой-то домик и сделаем там что-то типа своей базы! Я уверяю тебя, Пиксель, моя половина деревни понравится тебе больше всего! Тем более тут находится твой личный домик! Да это всё какая-то ерунда, но я в какой раз вам повторяю, я не хочу, не хочу выбирать никакую половину! Я просто хочу жить в обыкновенной деревне жителей номер 13, в самой обычной! Это просто какой-то капец, ребята! В общем-то, рассказываю, что тут, собственно, происходит! Я немного поговорил с мэрами вот этой вот деревни, если так можно выразиться! И вместо того, чтобы послушать меня, и вместо того, чтобы убрать вот эти дурацкие ограждения, они решили провести мне что-то типа экскурсий! И теперь каждый мэр хочет рассказать мне, почему именно его половину деревни я должен выбрать и остаться именно там! Вот этот мэр мне говорит, что мы быстренько сейчас подготовимся, найдём тех самых гопников, тех самых бандитов, и сможем с ними благополучно разобраться! Да, Пиксель, именно этим и занимается моя половина! Кузница, у нас уже есть огромное количество оружия! И если ты присоединишься к нам, то мы решим эту проблему! Это, конечно, замечательно, я бы с большим удовольствием это сделал, но самая главная проблема, что деревня жителей превратилась в чёрт пойми что! Да ладно тебе, Пиксель, не переживай ты так! В нашей половине деревни тебя вообще ничего волновать не будет! Ну ты посмотри, мы даже домик мэра не отремонтировали! Потому что это никому не нужно! Просто живи и получай удовольствие! Сомнительное у вас, конечно, какое-то удовольствие жить в самых настоящих руинах! Ё-моё, они даже камеру до сих пор это не убрали жители, но это просто капец какой-то! Даже если бы я совсем выжил из ума и действительно выбирал какую-то половину, то ваша половина это последняя, которую я бы выбрал! И раз уж мы уже начали, ребята, принимать участие в этой дурацкой затее, в этой дурацкой экскурсии, наверняка стоит взглянуть на последнюю, третью половину деревни! Она, как мне кажется, одна из самых маленьких, которая тут есть, и жителей тут живёт, ну, не очень-то и много! И здесь они построили какую-то непонятную могилку для мэра... Да, Пиксель, дело в том, что я думал, мэр погиб! Ну, он долго не появлялся, пропал куда-то! Ну, вот моему могилку в честь памяти и построили! Ну, как будто её убрать нужно, с мэром всё в порядке, он, кстати, где-то должен по деревне передвигаться! Но, справедливости ради, я его очень давно не видел! С того самого момента, как мы пришли вместе с ним в деревушку, ё-моё, ребята, как тут всё запутано! Это просто капец, у меня голова кругом! С начала этой истории меня обвиняли в каком-то непонятном гриферстве, потом, как вы видите, неоднократно, ну, приложились по мне кулаками! Потом плен со стороны моих обидчиков, побег мэра деревни жителей, новые мэры, поиски мэра, господи, ребята, у меня просто голова уже кругом! Возможно, мне действительно стоит на всё это забить и просто принять эти дурацкие правила, потому что я уже, честно говоря, реально устал! Возможно, они потом самостоятельно поймут, что разделение деревни это просто какая-то ерунда, туф, та самая настоящая! А я пока что просто буду жить в своём домике, ребята, не буду никого трогать, но вот позовут меня, например, я не знаю, грядки убрать, пойду убирать грядки, позовут искать этих бандитов, пойду искать этих бандитов! Честное слово, за последние несколько дней я уже просто уморился! У меня нет сил ни разговаривать, ни спорить ни с кем, я просто хочу зайти к себе домой, просто посидеть на кровати, дождаться, пока у меня сойдут все вот эти синяки и гематомы, и уже только потом разбираться во всей этой истории! Пожалуй, ребята, это самый лучший вариант из... Ой, ё-моё, всех доступных, господи, какая же у меня удобная кроватка! Ну что же, жители, я думаю, все согласны, что мы достойны возвращения в эту деревню! Из-за какого-то дурацкого пикселя, по которому мы хорошенько уже приложились, мы, жители деревни номер 13, не должны страдать! И если у них есть своя половина, то у нас тоже она должна быть! Поэтому прямо сейчас выходим из нашего убежища и берем то, что нам по праву принадлежит! Ох, ребята, это были самые лучшие несколько часов за последние несколько дней! Господи, как же офигенно я отдохнул! Я выспался, набрался сил, у меня отдохнули руки, ноги! Да и голова у меня, если честно, немного отдохнула! Я просто офигенно поспал и вообще ни о чем не думал! И у меня настолько сейчас замечательное настроение, что я даже не обращаю внимания на вот эти вот дурацкие ограждения! Меня совершенно не заботит разделение деревни! Эти жители-бандиты, которые наверняка за мной охотятся! Меня вообще, ребята, сейчас ничего не волнует! Господи, вот правду говорят, что хороший сон это лучшее лекарство! Да, кстати, ребятки, всем привет! Меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! И что бы сейчас ни происходило, ничего не сможет испортить мой день! Даже вот эти вот какие-то яростные жители! Это просто капец какой-то Пиксель, с ними невозможно соседничать! Я у них по-человечески 20 моркови попросил, они злиться начали! Ё-моё, жители, так вы мне говорили, что у вас просто офигенные соседские отношения! Что вы дружите между собой, не ссоритесь и сейчас вон чё! А в чём, собственно, проблема поделиться морковью? В этом же нет ничего такого! Она у вас вон в каком количестве растёт, вы её даже не собираете! А потому что это наша морковь Пиксель! Недаром мы центр деревни заняли! Так вы в этом самом центре вообще ничем заниматься не планировали! Вы же сами мне говорили, что именно в этой половине деревни можно вообще ничего не делать! Просто жить, просто получать удовольствие и заниматься своими делами! Ну так поделитесь морковкой! Нет, Пиксель и тачка, мы ничем делиться не будем! Офигеть, конечно, вот то, что я и думал, ребята, начинается, начинается вот эта вот грызня между соседями! Именно поэтому я всегда был против вот этих вот дурацких разделений! Ёшкин кот, буквально минуту назад вам сказал, что меня это никак не будет заботить! Но в итоге, ребята, всё равно вместе с вами вляпываюсь в какую-то историю! И для того, чтобы по итогу не остаться в этой истории крайним, я лучше, знаете, оставлю их, пускай сами разбираются! Я пойду быстренько прогуляюсь по деревушке! Потому что, серьёзно, я уже один раз посоветовал переделать церквушку! Я думаю, вы все прекрасно помните, чем это закончилось! Красный против синих, синий против красных! Не-не-не, ребята, я ещё раз на эту ерунду не поведусь! Я, если честно, сначала думал, мне показалось! Но я вот сейчас приблизил и понимаю, что нифигашеньки мне не показалось! Житель, ё-моё! А, всё? Чё-чё-чё случилось-то? Там, 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 там житель! Житель на дереве! Вот этот гопник самый настоящий! Да успокойся ты, Пиксель, не кричи! Где? Да на дереве! Ещё раз вам повторяю! Во-во-во-вот на этом... Он же тут секунду назад был! Вы что, его не видели, хотите сказать? Не видели мы никого, Пиксель! Не было там никого! Да как не было! У меня на камеру записано, он был ровно на вот этом вот дереве! Я, я в жизни не поверю, что мне показалось! Я не настолько ещё из ума выжил! Ладно, ребята, ладно, сейчас я быстренько тут всё, как говорится, обшмонаю! Оббегу каждое дерево, загляну под каждый листочек, и наверняка смогу найти какие-то следы этих обидчиков! Я прям сто процентов уверен, что он был! Но вы же это тоже видели! Вот это вот лицо злое, такое вот нахмуренное! Улыбка эта дурацкая и ехидная, он сто процентов был где-то здесь, поэтому, ребята, я начинаю поиски! Жители и носатые, давайте, 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 выходите по одному! Я выспался, набрался сил, сейчас я с алмазным мечом быстренько решу эту проблемку! Да всё нормально, жители, не нервничайте, он точно нас не заметил! Он вглубь леса пошёл, а сейчас мы можем прорваться в деревню! Я предлагаю сейчас не терять ни единой секундочки и выдвигаться в деревушку! Тем более, как я вижу, у них там ссора какая-то! А это значит, что они все сейчас заняты! Ну что, вы готовы? Да готовы, конечно, уже давно, вперёд! Ну вот, отлично, такой настрой мне нравится! Так, аккуратно, аккуратно проходим, и сейчас быстренько заходим в кузницу! Благо, дерево руками ломается очень и очень быстро! Так, замечательно! Один блок есть, разбиваю второй! А теперь, жители, заходим! Именно отсюда мы и будем готовить наше нападение! Сундуки тут ещё какие-то! Вот это я понимаю, везение, жители! Тут огромное количество оружия! Мечи, луки, топоры, динамит! Отсюда мы и начнём наше нападение! Заходите внутрь, вооружайтесь! Наконец-то справедливость восторжествует, и мы возьмём деревню под свой контроль и выгоним отсюда абсолютно всех! Лук я взял, стрелы тоже, меч, и остаётся взять немножечко взрывчатки! И прямо через вот эту вот дверь, пока они там ссорятся, Мы совершим резкое нападение с огромным количеством динамита! И сделаю я это прямо сейчас, где-нибудь вот здесь вот! Шутки действительно кончились, мы приступаем к действию! Отходите в сторону, жители, сейчас они у нас попляшут! Вы слышали это, ребята? Это, это, это взрыв был где-то в стороне моей деревни! Я последние несколько минут бегал по лесу, пытался найти какие-то улики, но ни за что не мог зацепиться! И пока я тут разгуливал, по ходу дела вот та ссора жителей на грядке приобрела какой-то очень и очень серьёзный оборотик! Поэтому наша с вами задача сейчас как можно скорее вернуться в деревню и попытаться как-то остановить их, потому что это уже ни в какие ворота! История действительно в очередной раз повторяется! В какой раз я убеждаюсь, что нет смысла идти на поводу у жителей! И лучше бы я всё-таки вмешался в этот конфликт, постарался их остановить как-то, чем сейчас снова имел дело с динамитом и... С подобными, подобными штуками! Я сейчас настолько сильно офигел, что даже до речи потерял! Это, это чё такое? Я увидел в домике своём несколько испуганных жителей, а вокруг вот этих вот самых настоящих разбойников! Ну точнее не разбойников, а этих дурацких бандитов! И чём ли теперь делать, я не понимаю! Как они вообще тут оказались? Это просто капец какой-то! Видимо, они всё-таки охотились за мной, пришли ко мне в деревню, думали, что я буду сидеть у себя дома! А носатые со страху просто-напросто там забаррикадировались! Потому что, как вы видели, все окна выбиты, застроены булыжником, и двери, кстати, в принципе, тоже! Благо, пока эти гопники меня не заметили, и я нахожусь в более-менее выгодной ситуации! Ну ё-моё, ребята, а чё нам делать-то? Подойди сейчас я туда, они просто-напросто впятером на меня набросятся снова и забьют меня! И сколотят как только можно! И, пожалуй, ребята, это будет последний раз, потому что, ну, третьего раза я уже просто не выдержу! А если я постараюсь на них напасть первым, ну, блин, у меня, конечно, меч алмазный, но, ребята, их всё-таки пятеро! Поэтому мне бы как-то тоже забежать в дом, прошмыгнуть туда для того, чтобы поддержать жителей, и как-то в случае чего им помочь! Но, блин, ребята, я капец как боюсь туда подходить! Любой неправильный шаг, любое неправильное движение! И они летят на меня с кулаками, а, возможно, ё-моё, и не только с кулаками! Они всё-таки наверняка готовились к этому нападению, поэтому 100% принесли с собой какое-то оружие! Как минимум какие-нибудь мечи, и поэтому у меня будут огромные-огромные проблемы! Благо, ребята, знаете, что я сейчас подумал? У меня есть небольшое количество вот таких вот блоков замечательных! Я могу под себя вот так вот подстроиться и аккуратненько через крышу пробраться к этим жителям! Вон он, Пиксель, на крыше, держи его! А вот тут вы точно не угадали, носатый, вот это точно нет! Так, ребята, аккуратно, аккуратно простраиваем себе вот такой вот замечательный мостик, и где-то, где-то у меня была кирка! Пиксель, Пиксель, ты где? Мы тебя не видим! Я над вами, носатый, не переживайте, всё, сейчас будет нормально! Так, так, ребята, аккуратно, наша с вами основная задача сейчас всех жителей поднять на крышу, потому что тут будет гораздо-гораздо безопасней! И даже если эти носатые, которые находятся внизу, как-то выбьют дверь и проникнут туда, то мы с крыши сможем вести довольно-таки удачную оборону! Так, носатые, пожалуйста, не нервничайте! Аккуратненько, аккуратненько, пожалуйста, поднимайтесь все на крышу! Тут будет гораздо-гораздо безопасней! Во-во-во, отлично, отлично! Вот тут, ребята, держать оборону гораздо-гораздо выгодней и гораздо-гораздо удобней! Жители, я вас очень прошу, вы, самое главное, никуда не убегайте! Давайте держаться вместе! А делать-то чего, Пиксель, мы тут в заложниках! Мы даже толком никуда спуститься не можем! Мы обязательно что-то придумаем, самое главное, чтобы никто... Ё-моё, не пострадал, блин, и никакого ведра нету, чтобы лаву на них вылить! На какую ещё лаву спускайся? Вам оттуда никак не выбраться, у вас будут проблемы! Давай, Пиксель, спускайся и закроем этот вопрос! Ага, конечно, делать мне больше нечего, нифигашеньки у вас не получится! Если они будут подниматься, носатые, то скидывайте их руками, вооружайтесь битами, палками! А я, в свою очередь, буду вооружаться алмазным мечом и тоже стоять на страже! У нас есть достаточное количество динамита! Чего мы с ними церемонимся? Давайте просто взорвем этот дом! Обалдеть, Пиксель, и что нам теперь делать? Они же не шутят! Да не взорвут они ничего, они же сами сто процентов пострадают, да и вообще это бред какой-то! Самое главное, жители, мы продолжаем держаться вместе, никто не спускается с крыши! А если они сейчас динамитом будут бросаться, что тогда делать? Не будут они пока что ничем бросаться, сейчас мы обязательно придумаем какой-нибудь план по нашему спасению! А также придумаем какой-нибудь план по обороне этой деревушки! Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! Да хватит разговаривать, Пиксель, нужно давать им отпор! В любую секунду они могут уничтожить и нас, и домик, и деревню! Самое главное, Носатый, сохранять спокойствие, пожалуйста, я вас очень прошу, не нервничайте, ну не нагнетайте в эту ситуацию! Мы даем вам две минуты на размышления, потом взрываем тут все! Обалдеть, просто обалдеть, ребята, ситуация действительно с каждой секундочкой накаляется! Но я во что бы то ни стало постараюсь сохранить абсолютно каждого жителя, каждый блок этого дома! Но, буду честен, я пока что не знаю, как это, блин, сделать! Как таковых материалов для обороны у меня нету, инструментов, в принципе, тоже! И максимум, что я могу сделать, это построить какие-то вот такие вот деревянные стены! Но, блин, это ерунда какая-то! У некоторых из нас есть с собой деревянные каменные мечи! Это, конечно, лучше, чем ничего, жители, но, блин, нам это в любом случае не поможет! И спуститься, ребята, и как-то очень быстро налутать пару железных блоков, как вы понимаете, у нас, ну, вряд ли получится! Немедленно спускайтесь, быстро! А если я действительно их послушаю и спущусь отсюда, то, ребята, ситуация, мягко говоря, вернется очень и очень плачевно, но у меня сейчас появилась просто офигенная идея! Я же вот тут вот, ребята, так скажем, в полевых условиях могу создать вот такой вот верстак, скрафтить немножечко палок, ребята, и создать огромное, ну, или хотя бы минимальное количество каменных мечей! А с таким снаряжением уже действительно можно ввести, ну, какую, но никакую оборону! Но все равно, Пиксель, этого недостаточно, у них взрывчатка! У них взрывчатка носатая, а нас гораздо-гораздо больше! Сколько их там, пятеро, шестеро? А нас тут один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, короче, нас тут просто дофига! Если мы резко вместе с вами спустимся с крыши, резко на них нападем, и сразу вот так вот начнем мечом размахивать, то у них не будет ни единого шанса! И мало того, что мы защитим себя, защитим мой дом и защитим деревню, так мы, наконец-то, ё-моё, освободимся от этих дурацких бандитов! И нам лишь останется решить проблему разделения деревни и просто жить и получать удовольствие! План, конечно, хороший, Пиксель, но очень рискован, они могут в любую секунду использовать динамит! Да не успеют они ничего использовать, сейчас самое главное... Ё-моё! Самое главное, успеть раздать снаряжение и неожиданно, ёшкин кот, на них выпрыгнуть! Я, если честно, не ожидал, что они так скоро начнут устанавливать взрывчатку! Шутки кончились, Пиксель, немедленно спускайтесь! В такой ситуации, ребята, действительно стоит как-то всё хорошенько обдумать и действительно начать, начать выдавать мечи! Давайте, жители, вооружаемся! Да, конечно, извини, Пиксель, но я, наверное, лучше спущусь! Да какой спущусь, носатый, ты с ума сошёл, нам нельзя, нельзя терять такое количество жителей! Они всё равно используют взрывчатку, Пиксель, ну давай спустимся, договоримся с ними! Да вы чё, совсем, что ли, с дуба упали, с ними невозможно договариваться! Вы, конечно, как хотите, носатый, но я никуда спускаться не буду и всеми возможными способами... Ё-моё, буду пытаться их как-то победить! Ждём ещё 30 секунд и взрываем динамит, ты понял? Всё, всё, я всё слышал, они будут использовать взрывчатку! Я спускаюсь, Пиксель, я спускаюсь! Да не надо никуда спускаться, башка ты садовая, ну ё-моё, ну куда он пошёл? Офигеть просто! Как только он придёт с себя, закинем его в клетку! Давайте, давайте, жители, не переживайте, если спуститесь всё вместе, то будет всё нормально! Офигеть просто, ребята, вы это видели? Ну вот то, что я и говорил! Нельзя туда спускаться, носатый, это просто ловушка, они ничего не будут хорошего с вами делать! Нам нужно как-то их победить, как-то обмануть их, обвести вокруг пальца! Ну всё, мы слишком долго ждали, устанавливай последние блоки динамита и поджигай! Так, спокойно, жители, спокойно, ребята, не переживайте, всё, всё сейчас будет нормально, я что-нибудь придумаю! Да ничего тут не придумаешь, Пиксель, всё потеряно! Да что же вы тут все такие пессимисты, ничего не потеряно, у меня есть несколько блоков, и мы можем просто вот так вот аккуратненько перебраться на какие-нибудь другие крыши и залезть, например, на какую-нибудь церквушку. Так, ребята, аккуратненько, аккуратненько вот таким вот образом подстраиваемся, ну и вот, фух, уже гораздо-гораздо легче! Отсюда можно и на домик мэра, в принципе, допрыгнуть, и в церквушке оборону кое-какую занять! Ё-моё, и в любом случае на перестановку динамита нужно время! Они во всё устанавливают взрывчатку, Пиксель, многие жители боятся идти! Ну так уговорите их, ё-моё, а я пока что, а я пока что быстренько постараюсь тут всё подготовить. Так, ребята, хватаю, хватаю вот этот верстачок замечательный, ё-моё, вот этот сундучок и баррикадирую вход в нашу замечательную церквушку. Вот так, в принципе, всё замечательно, ё-моё, по большому счёту-то, блин, баррикадироваться-то больше и нечем, блин! Ладно, ладно, я не знаю, как-то кровать вот так вот сюда поставлю! Я где-то, если честно, потерял свою кирку и понятия не имею где, но она бы мне сейчас, капец, как сильно пригодилась! Давайте, жители, пока есть возможность, переходим на церквушку! Пиксель вовсю готовит там оборону, он баррикадирует двери и окна! В этом нет никакого смысла, нужно спускаться и сдаваться! Эти бандиты потом туда перенесут динамит, а в итоге у нас ничего не получится! Я с тобой согласен, житель, надо спускаться! Только так у нас получится уцелеть и не пострадать в этом конфликте! Я с тобой полностью согласен, носатый, все, кто согласны, давайте спускаться! Я уверен, эти бандиты нас не тронут и всё будет просто замечательно! Ой, короче, вы как хотите, а я быстренько разламываю несколько блоков и буду выходить прямо к этим бандюганам! Ничего они мне не сделают, всё будет нормально! Жители, жители, я уже выхожу, сейчас только разломаю пару блоков и буду двигаться к вам! Давайте, носатые, присоединяйтесь! Я уверен, это лучший план, а все остальные, ну идите к своему пикселю! Вам постоянно придётся прятаться, а я, наконец-то, буду чувствовать себя нормально! Короче, ребята, как бы я ни пытался найти ещё какие-то блоки для того, чтобы забаррикадировать окна, к большому сожалению, у меня ничего не получается! Но радует только одно, я вижу, что многие носатые присоединились ко мне! Ё-моё, и перешли с той крыши на эту! Да, пиксель, но есть и плохая новость! Несколько носатых сказали, что это плохая идея, и сдались этим бандитам! Как сдались? Э-к-к-к-к-к-когда сдались? Когда мы начали переходить на церквушку! Офигеть, просто вот это новости! Ну, ё-моё, ну, план же заключался в том, что нас будет больше! И куда они делись, я, блин, не понимаю! Хотя, нет, ребята, уже понимаю! Для них выкопали какую-то вот такую вот яму и, ё-моё, заставили их там сидеть! Шансов нет, пиксель, быстрее спускайтесь! Это просто капец какой-то, это просто какой-то капец, блин! Эти жители, которые просто, я не знаю, либо струсили, либо перенервничали, просто обломали абсолютно весь мой план, блин! У них ещё и мечи остались, пиксель, мы без оружия! Это вообще капец, они полностью нас подставили, они обломали абсолютно всё, блин! И, судя по всему, ребята, нам тоже придётся сдаваться, потому что вариантов просто-напросто нету! Мы сейчас сдадимся, а потом вместе с носатыми, ну и с вашей помощью, конечно, придумаем какой-то план побега, ну или же что-то подобное! У нас просто больше нету вариантов! Житель, отойдите от дверей, пожалуйста! Мы будем сдаваться! Вариантов просто-напросто нету! Ну как, пиксель, ну ты же говорил, что это не выход! Доверься мне, житель, сейчас действительно лучше сдаться, как-то усыпить их бдительность, ой, ё-моё, и потом выйти победителями! А ты уверен, что всё получится, пиксель? Это очень рискованно! Я повторюсь ещё раз, жители, других вариантов у нас просто-напросто нету! Нас меньше, и мы остались без оружия! Ё-моё, рано или поздно в такой ситуации они просто... Ой, ё-моё, просто уничтожат деревню! Поэтому лучшим вариантом прямо сейчас будет просто открыть эту дверку, и всё-всё-всё-всё, жители! Мы, мы сдаёмся, мы сдаёмся! Вот это правильное решение! Выкидывай всё оружие! Да-да, конечно, вот меч, вот топор, лопата, и всё-всё, у меня правда больше ничего нету! А теперь ровным строем двигайтесь в сторону той ямы! Ладно-ладно, хорошо, и как я понимаю, наша задача туда, ну, спуститься! Пиксель, ё-моё, это была ошибка! Конечно, это была ошибка, носаты! Спускайся немедленно, хватит тут разглагольствовать! Ё-моё, это просто капец, жители, мы из-за вас в западню попали! Мы понимаем, Пиксель, чё теперь будет? Нас просто уничтожат! Да не будет нас никто уничтожать, носаты, успокойся, пожалуйста, я же прав, жители! А это мы посмотрим на ваше поведение! Всем сидеть в яме и не рыпаться, это понятно? Да-да, конечно, я всё прекрасно понимаю! Вы слышали, носатый нас, никто трогать не будет, они сейчас подумают, что с нами делать, что делать с деревушкой, и всё будет нормально! А вообще, просто нужно было послушать меня и действовать по моему плану, а не нервничать и сдаваться! А мы для чего сдались, Пиксель? Мы могли дать им отпор! Не могли бы дать им никакого отпора, нас было уже слишком мало! Да кто же знал, Пиксель, что так получится? Мы думали, с ним и получится договориться! С кем договориться? С обидчиками и с гопниками? Ё-моё, носатый, честное слово, ну вы хотя бы не выдумывайте! Ой, ладно, ребята, нужно немножко успокоиться и действительно думать какой-то план! Да, кстати, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь, ну, практически в деревне жителей! Разбегать отсюда нужно, Пиксель, только и всего! Да я с этим полностью согласен, но, блин, если хотя бы кто-то попробует вырваться из этой ямы, то у жителей, которые тут останутся, будут огромные, я бы даже сказал, колоссальные проблемы! Отсюда нет смысла бежать, Пиксель! Они уже победили, всё, выиграли нас! Ох, ё-моё, какая-то глобальная депрессия в этой яме начинается! Вы как хотите, носатый, а я сдаваться точно не планирую! И я вместе с подписчиками во что бы то ни стало сейчас буду выбираться! Как мне кажется, самое главное, это просто очень быстро, практически молниеносно действовать! Я прямо сейчас попробую как-то аккуратненько выбраться, добраться до своего домика и взять оттуда оставшиеся ресурсы! Да ты же сам говоришь, Пиксель, что выбираться отсюда одному опасно! Одному как раз-таки не опасно, потому что если мы выберемся толпой, мы будем очень и очень заметны! А если выберется кто-то один, то это на самом деле очень неплохая тактика! Я смогу быстро и аккуратно передвигаться по деревушке и буду как самый настоящий ниндзя, очень сильно незаметный! Это очень рискованно, Пиксель, может реально лучше в яме останемся? Сидеть и бездействовать, это точно самая плохая идея! Короче, на с этой не переживайте! Я буду очень аккуратным и очень и очень быстрым! Как вы видите, ребята, пока что этих обидчиков на горизонте нету! А это значит, что мы вместе с вами можем аккуратненько, быстренько пробраться в мой домик и заглянуть в сундучок! А тут у нас, ребята, и алмазы, и какие-то бревна, доски, еда, земля, ведра, эмиральды! Ё-моё, да здесь есть абсолютно всё, что угодно! И даже несколько блоков динамита! А это, ребята, очень неплохой, я бы даже сказал, просто офигенный улов! С таким снаряжением мы действительно способны дать отпор этим носатым! И таким образом обернуть ситуацию хотя бы на немножечко в свою пользу! Самое главное в этой ситуации быть максимально-максимально аккуратным, ёшкин кот, и максимально внимательным! Вот если бы я сейчас очень сильно поторопился, то, вероятнее всего, вот эти жители бы меня обнаружили! Стали там что-то впятером обсуждают что-то, мне нужно двигаться предельно аккуратно! И что самое интересное, ребята, я вижу какие-то непонятные сундуки, какие-то кровати! И как я понимаю, это что-то типа их временного схрона, и мне очень интересно туда добраться! Ё-моё, я вот знаете, чё понял? Я либо раньше эти сундуки не видел, либо они их поставили совершенно недавно! А в этих сундуках, ребята, может быть абсолютно всё, что угодно! Оружие, взрывчатка, редстоун, да ё-моё, абсолютно всё, что угодно! И место на самом деле просто шикарное, потому что вот эта печка и верстак хорошенечко меня прикрывают! Так, ребятушки, у нас тут очень много взрывчаточки! Ё-моё, и даже зелье! Зелье креатива, так ладно, ладно, ребята, лучше говорить потише! Это ничего остального из этого сундука я больше брать не буду, потому что, блин, у меня, у меня есть зелье креатива, ёшкин кот! Носатые, это просто невероятная удача! Я, я нашёл их сундуки и просто стырил, стырил оттуда настоящее зелье креатива! Ё-моё, жители, вы представляете, всё, что угодно теперь можно сделать! Это, это просто невероятная удача! Миксель, может, не надо, может, в яме-то останемся? Пока тебя тут не было, мы посовещались и поняли, что это самая хорошая идея! В какой нафиг яме, жители, вы чё, не слышите? У меня есть зелье креатива! Я могу просто, я не знаю, заспавнить огромное количество динамита и уничтожить их! Выдать меч себе какой-то офигенный, и всё, дело с концом! Давайте выбираться отсюда, жители, вы чё, издеваетесь надо мной? Вот, всё, я в креативе, блин! Миксель, извини, но мы, мы лучше тут останемся! Если у них есть зелье креатива, наверняка они как-то админку получили! Да какую нафиг админку? Зелье креатива можно в городе купить, жители, вы чё, издеваетесь? Вы реально тут будете оставаться? Да, Пиксель, это лучшая идея, поверь нам! Не подвергайся риску, оставайся! Да делать мне больше нечего, это просто глупость какая-то! У меня доступ к креативу! Я, конечно, не знаю, насколько это доступ, но я могу выдать себе всё, что угодно! Взять сколько угодно оружия, взять сколько угодно блоков, блин! А эти жители собираются сидеть в яме! Пускай, ребята, делают, что хотят! И знаете, в таком случае я, наверное, просто нафиг возьму и самостоятельно отделюсь от деревни! Буду жить в уюте, ребята, в полной безопасности! И никто мне не помешает, и никто не будет на меня нападать! Домик, в конце концов, в порядок приведу! Ну, реально, это лучшая идея! Не буду переживать, что какие-то бандиты ко мне придут! Не буду переживать о жителях! Ну, блин, они сами не хотят выбираться! Поэтому, ребята, лучше, как говорится, я буду жить полностью для себя! Быстренько сейчас всё тут отремонтирую, поставлю стёклышки, восстановлю интерьер! И, знаете, отгоражусь не какими-то железными блоками, ребята, а поскольку у меня есть креатив, я отгоражусь с помощью барьеров! Можно было бы, конечно, взять бедрок, но, блин, барьеры всё-таки прозрачные! И я смогу наблюдать, что там происходит в деревне! Поэтому, ребята, не будем тратить ни секундочки, и пока вот те вот бандиты до сих пор стоят на своём месте, я вооружаюсь, опять же, барьерами и начинаю тут всё устанавливать! Мне приблизительно нужно, ну, вот столичка места! Вот отсюда начинаем всё это дело устанавливать! Я, в принципе, люблю, когда места не очень много, но и не очень мало! То есть, знаете, чтобы всё было такое маленькое, среднее, уютненькое, я думаю, вы меня прекрасно понимаете! Это гораздо лучше, когда у тебя, я не знаю, там огромная домина, но ты не пользуешься больше её частью! Так, отлично, ребята, отлично! Жалко, у меня зелье креатива, а не какая-то админка, я бы просто, ну, блин, реально, с помощью какого-нибудь деревянного топорика сделал это в буквальном смысле за несколько секундочек! Но, ребята, к большому сожалению, придётся всё вот такими вот барьерчиками выстраивать! Вот с этой части дома я не буду сильно наглеть, ребята, вот так вот всё это дело отделяю, и вот эти вот железные блоки тоже заменяю на свои барьерчики! И получается, ребята, что мой домик будет действительно отдельной частью деревни жителей номер 13! Так, дороги я немножечко себе захвачу, может, пикник тут буду какой-то устраивать, но, учитывая, что кузница мне не принадлежит, да и она мне не нужна, А, в принципе, делаем какой-то вот такой вот, ребята, красивенький, но не очень удобненький заворотик! Мне лишь останется всё это дело здесь вот так вот хорошенечко-хорошенечко отремонтировать, восстановить дорожки, И всё у нас вместе с вами будет просто замечательно! Во, ребята, во, ну реально же суперски! Получается супер уютно и очень и очень удобненько! Остаётся только максимально быстро поднять все эти барьеры, а потом, ребята, возможно, их ещё и опустить! Хотя, по большому счёту, внизу можно будет поставить бедрок, чтобы ко мне никто не подкопался! Его там, в конце концов, будет не видно, барьеры там ставить смысла нету, а ещё, если поставить барьеры, то будет очень некрасивое, знаете, такое ущелье, просто дыра самое настоящее, поэтому там лучше использовать бедрок! Устанавливаю последние барьерчики и, по большому счёту, всё готово, ребята! Потратил я на это приблизительно, ну, минуток пять, но зато теперь я нахожусь в полной безопасности! Меня никто не трогает, мне никто не помешает, и это просто офигенная новость! Остаётся только домик починить! Но я думаю, что с этой задачей я очень быстро справлюсь, и, вероятнее всего, я сделаю это уже за кадром! Э, Пиксер, ты чё, обалдел? Ты откуда креатив достал? О, а вот и первые гости носатые! Приглашаю вас на новоселье! Ах да, у вас не получится прийти ко мне на новоселье, тут же барьеры, блин! Да как это сделал? Откуда ты креатив взял? Я же сказал, из ямы не выбираться! Ой, ну конечно, вот я прямо вот такой вот послушненький, а зелье креатива я у вас из сундука стырил! Поэтому всего хорошего, носатые, надеюсь, вы будете очень хорошо себя вести! Не советую обижать жителей, которые в яме, потому что в любой момент я могу вылететь за пределы этих барьеров! Я просто хочу жить в спокойствии, просто не хочу ни с кем контактировать, и, наконец-таки, восстановиться, ребята, залатать свои раны, и просто-напросто отдохнуть! Видео я на этом заканчиваю, и не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик! А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика! Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра, и пока-пока!